Здравствуйте, с вами канал Стопсихотеррор, а я хочу вам представить новую пострадавшую от психотеррора, она предпочла остаться тоже инкогнито, то есть, чтобы не разглашать о себе никакой информации, и хочет рассказать свою историю всем нам для общей информации, для канала. Рассказывайте, здравствуйте. Ну, я живу, меня зовут Жанна, вообще-то, но в целях безопасности, вот, мне пришлось, как бы, взять псевдоним. Я живу в городе Красноярске, мне уже 52 года. Значит, история моего облучения, как бы, скрытый период облучения, скажем, или скрытая фаза преследования, началась где-то с 2004 года, когда я устроилась работать в структуру ВСИН, в больницу туберкулезную. Значит, я была, выполняла функции медицинской сестры физиокабинета. Единственное, скажем, на нас садили погоны, аттестовали, и мы выполняли определенные, как бы, функции, да, как бы, вот, в зоне. Значит, период был скрытый, и, как бы, я сперва не догадывалась, что меня облучают, и вообще, что это что-то такое техногенное, и что то, что со мной происходит физиологически, с моим организмом, что это, как сказать, работа какого-то специального отдела, каких-то специальных сотрудников и какой-то специальной аппаратуры. Вот, все понимание вот всего того, что произошло и происходило тогда, пришло намного позже, скажем, и уже после определенных печальных, как бы, последствий. Вот, сейчас я немножечко расскажу, что происходило со мной в течение того времени, когда я работала во ФСИН в туберкулезной больнице. Значит, в туберкулезную больницу я устроилась в 2001 году и ушла оттуда в 2012 году. То есть, я заработала пенсию, я проработала 10 лет. Конечно, этот период для меня был очень сложный, очень трудный, в плане того, что были такие очень тяжелые моменты, именно по физиологии, вот, что, ну, в любой момент можно было уйти, в принципе, вот, как сказать, или могли тебя комиссовать, скажем, недоработать до пенсии. Но я все это вытерпела, все это прошла, вот, и, ну, как бы, я ушла после, как скажем, очень тяжелого тоже случая, когда уже я поняла, что я, как сказать, что-то происходит, ну, чисто интуитивно я понимала это. Вот, и уже, как бы, в принципе, стаж был заработан, уже, ну, можно было оформляться на пенсию, и я посчитала, что все, я больше не могу там работать, я уволилась, как бы, и ушла на гражданку. Теперь я немножечко расскажу в плане того, что, что из себя представлял коллектив, и вообще, что происходило за эти 10 лет, когда я работала во ВСИНе. В принципе, я, человек и мои родственники, никакого отношения ни к силовым структурам, ни к ВСИНу никогда не имели. И устроиться я решила во ВСИН по объявлению, я просто прочитала в газете, что требуются медсестры, и так как было, ну, как бы, немножко не очень хорошее материальное положение, я решила пройти комиссию, подать заявление, ну, и, в принципе, как бы, меня приняли. И, знаете, как сказать, вот неприятные, как бы, моменты начались с самого поступления на работу. В плане чего? В общем, я, получается, попала на место женщины уже пенсионного возраста, которую сократили, получается, и я пришла на ее место в коллектив физиотерапевтического кабинета. Что происходило потом? Через какое-то время, значит, я была принята в качестве стажера на службу, и через какое-то время эта женщина пенсионного возраста, медсестра тоже в физиокабинета, как бы по суду, получается, она восстанавливается и снова возвращается в этот коллектив. К сожалению, так получается, что человек возвращается по закону, по суду, ее не имеет права не взять. А я, как бы, получается, ну, лишний тогда, получается, человек, который вот оформлен. И, как бы, мне даже предлагали, как бы, уйти с этой должности на место диет сестры. Я категорически отказалась, потому что у меня уже, как сказать, к тому времени была категория по физиотерапии и стаж. То есть я всю свою жизнь проработала физио-медсестрой, и как бы размениваться на какие-то ставки диет сестры я не захотела. Вот. Значит, где-то года 4 я отработала более-менее. То есть никакой симптоматики, никаких заболеваний, когда я устраивалась там со стороны кишечника, со стороны, допустим, кожных покровов, ничего никогда не было. Ни аллергических реакций никогда за всю мою жизнь. То есть я была абсолютно здоровым человеком. Значит, что происходит с 2004 года? Внезапно, как бы, начинается такой период, почему-то, когда начинает сдавать мой организм. Значит, симптоматика происходила со стороны желудочно-кишечного тракта. Жуткая симптоматика происходила со стороны дерматологии, то есть это кожные покровы. Аллергические реакции, то есть, как вот, знаете, идет по типу отека к венке. И, скажем так, еще, знаете, как сказать, очень сильно стал болеть позвоночник. И очень сильно стал сдавать иммунитет. В каком плане? Ну, у нас, как бы, то, что мы работаем в сотруднике с туберкулезом, возможны такие варианты, что, во-первых, ты можешь заразиться туберкулезом, да, и если организм, скажем, достаточно сильный, он может это все, ну, как бы, заболеть, немножко поболеть и потом, как бы, перебороть эту инфекцию и восстановиться. Вот. Либо еще, может быть, вот аллергические реакции, почему я все это списывала на свою физиологию, как сказать, что я работала, делала ингаляции, мы работали с такими очень сильными препаратами, туберкулезными, как тивозит, тубозит, очень много было всяких препаратов, и амикоцин, и канамицин, то есть сильнейшие антибиотики, димедрол, в общем, эофилин, очень-очень много всяких химических препаратов. И еще, при туберкулезе, при дезинфекции, скажем, медицинского материала или оборудования, применяется очень сильнейшие высокие концентрации дезрастворов. И, естественно, как бы, вот где-то что-то, может быть, через дыхательные пути, я все думала, через кожные покровы, и каким-то образом мой организм вот начал, как бы, так плохо реагировать, да, но я думала, что, в частности, вот дикие поносы, вот просто безудержные. Вы извините меня, конечно, но я медицинский работник, поэтому, возможно, это происходило и с другими, как бы, жертвами. Андрюша, вы меня слышите? Конечно, я все слушаю. Вы извините меня за такую тему, но я думаю, это очень важно. Почему? Потому что многие люди, когда они находятся в скрытом периоде, и дело в том, что я потом, может быть, когда-то скажу, в результате чего, вот какое воздействие может вызывать или физический фактор, когда человек облучают, какое оружие может вызывать такую симптоматику. Конечно, кроме тех людей, которые очень компетентны и очень разбираются в этой теме, я имею в виду жертвы, именно облучения, вот. Были ужасные, дикие, значит, поносы, как сказать, вот вроде бы ты уже, как сказать, и ничего не кушаешь, и соблюдаешь диету, и пьешь препараты, которые останавливают перистальтику, да, понижают газообразование в желудочно-кишечном тракте. Пьешь настолько уже сильнейшие препараты, и уже, как бы, сходил к специалистам, которые тебя посмотрели, и ничего не нашли, и ставят тебе диагноз синдром раздраженного кишечника, как бы я со специалистами разговаривала, с энтерологами, они говорят, что этиология или причина возникновения вот этого заболевания, как бы, неизвестна. А все, что неизвестно, значит, они списывают на, скажем так, психофизиологию. Вот, то есть, ну, вот, как бы понервничал человек, и у него произошла вот такая реакция, да. На самом деле все это не так, как бы жертвам я советую, как бы, не верить в это, потому что тут уже вот именно такую симптоматику вызывает инфразвуковое оружие, то есть, это акустическое оружие. То есть, там, как бы, подбираются такие частоты. Дело в том, что наш организм, каждый наш орган в теле имеет свою определенную частоту, на которой он работает. И если, скажем, я думаю, что те, кто облучает, как бы, имеют определенный опыт работы с этим оружием и именно как оно воздействует, просто подбираются определенные частоты работы того или иного органа и, как бы, вводится в резонанс этот орган или раскачивается, ну, это я так грубо говорю. Вот, и вызывает, вот, то есть, получается так, что твои органы тебе не подчиняются, понимаете? Ну, равносильно тому, что это как будто какая-то инфекция в организме или какая-то реакция аллергическая идет, да. Вот, но насторожить должно то, что симптоматика есть, а лекарственные препараты не помогают. Вот, ну, естественно, если ты не знаешь, то, что это скрыто, тебя облучают, ты будешь все это списывать на какое-то заболевание, будешь обращаться к специалистам, а специалисты ничего не будут находить. Вот, далее, потом у меня очень сильно стал страдать иммунитет. В каком плане? То есть, я начала заболевать, у меня получилось заболевание легких, был очень сильный кашель. Вот, тоже, как бы, таблетки не помогали, антибиотики не помогали. Мне уже, как бы, вот, как бы, сотрудница, заведующая нашим отделением, уже предложила, как бы, болела очень долго, сильно скинула вес. Вот, было такое ощущение, что даже, как сказать, не могу тело, вот, если когда мы наклоняемся, допустим, умыться, да, мы же держим тело в наклонном положении, как бы, да, за счет своих мышц, за счет мышечного каркаса. Тут это сделать, ну, практически невозможно, потому что такое ощущение, что позвоночник и кости тебя не держат. Вот, как сказать, очень сильно уставала, естественно. Было все время такое ощущение, как будто ты, ну, как сказать, не хватает тебе сил или упадок сил очень сильный. Вот, и у меня даже одна сотрудница, как бы, она тоже доктор, она меня спросила, как ты себя чувствуешь? Сильно выпадали волосы, прям жутко выпадали волосы. Вот, как ты себя чувствуешь? Я и сказала, Ирина Михайловна, у меня такое ощущение, что я не могу держать даже свой позвоночник, или позвоночник, вернее, не держит тело. Вот. Ну, и страшная симптоматика еще шла со стороны кожи. Что происходило с кожей? Кожа, было такое ощущение все время, знаете, как будто тебя щипит, вот кожу как будто щипит, как будто идет какой-то ожог. Особенно, значит, места, это были, значит, руки около локтей, вот ближе, наверное, от плеча до предплечья. Дальше бедра, ягодицы по спине, спина в районе лопаток и щиколотки, то есть сама икроножная, вот где находятся икроножные мышцы. Сухость была настолько сильная, что, как сказать, все покрывалось телом. Сперва это был просто струп, который вот как, знаете, как у рыбы чешуя, вот прям сильные-сильные силы, сильные. Вся одежда была прям вот в этих струп, в этом струпе. Когда ты ее снимала, прям такое облако поднималось. Вот, но самое страшное, потом все это переходило чуть ли не в экзему, то есть появлялись уже вот такие вот как бы бляхи здоровые. Все это чесалось, зудилось, а на руках как бы вот было такое, что кожа сохнет до такой степени, что когда ты двигаешь, допустим, пальцами вверх, вниз, ну, кистью как-то управляешь, да, кисть у тебя двигается, лопалась кожа и кровоточила. Было так плохо, что приходилось даже вот, несмотря ни на что, ни на строгость, бросать все в кабинете и бежать. У нас было там инфекционное отделение, где девочки были дерматологи, и приходилось как бы, даже ложили на капельницы с гормонами. Вот, но все это как бы, еще раз повторяю, как бы никто не знал, что происходит, считали, что это вот чисто профессиональное что-то, воздействие, да, каких-то химических препаратов. Как бы прочистят, становилось легче, да, становилось легче, но как бы потом это все возвращалось. Вот. Это вот все, что касается физиологии. Затем, как бы, в 35 лет у меня почему-то прекращаются, вот, Андрюша, извините меня, пожалуйста, за такие подробности женские. Это хорошо рассказываете, это все надо для изучения. Это все именно, как сказать, говорит о том, что было сильнейшее облучение. То есть, там поражается именно при облучении, вот, когда идет СВЧ, если, да, и, как сказать, и акустическое оружие, если это воздействие идет на мозг, на какие-то структуры мозга или на какие-то отделы. У нас же, сами знаете, у мужчин и у женщин, как бы, находятся, как сказать, там, железы, которые отвечают за репродуктивную функцию организма. То есть, это эндокринология, и там, как бы, идет выделение специальных гормонов. Так вот, вдруг у меня в 35 лет или в 34-35 лет, где-то до 40 лет, но началось, конечно, в 34 года, вдруг начинает исчезать менструальный цикл. Я начинаю обращаться к специалистам. Как бы, мне ставят диагноз, значит, аминорея, значит, в неясной этиологии. Я каждый год, так как мы военнообязаны, нас два раза в год заставляют проходить комиссию. Вот, самая интересная картина странная. Я, медик, как бы, немножко понимаю, что происходило. Короче говоря, когда я прохожу гинеколога, иду, значит, на УЗИ-диагностику. То есть, что это такое? Смотрят полностью, значит, яичники, состояние матки, эндометрия. Так вот, с каждым годом, начиная с 34 лет, я делала один раз в год УЗИ, с каждым годом у меня почему-то эндометрия матки, который вот выстилает вот этот слой маточный, да, он почему-то всё время становился меньше, 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 и практически вот перед 40 годами вообще исчез. Но было ещё странное ощущение вот такого, как бы, жужжания внизу живота. Вот именно в том месте, где находится матка. Я, как физиомедсестра, как сказать, я думала, откуда у меня такое ощущение. Думаю, ну неужели это что-то неврологическое или ещё что-то. Но, как сказать, дело-то в том, что когда ты работаешь с аппаратурой, с физиотерапевтической, с разными видами токов, ты, каждый аппарат, обязан, как сказать, проверить на себе вот эти ощущения, что ты, что ощущает пациент у тебя под электродами. Вот. И вот это жужжание, как сказать, я теперь понимаю, что это совсем не жужжание, а это очень-очень мелкая вибрация. То есть, что за вибрация, от какого вида оружия, я, конечно, как бы, вот, немножко под сомнением. Ну, как бы, вроде бы ничего не грело, но всё время вот эта зудящая-зудящая вибрация. Я, у меня такое подозрение, как бы, что меня просто насильно стерилизовали. Стерилизовали для чего? Для того, чтобы в дальнейшем, по всей видимости, они меня взяли в разработку, то есть, они планировали уже тогда проводить на мне опыты, и боялись, так как я женщина ещё была, ну, как сказать, возраста, когда я могла ещё иметь детей, дабы не родились уроды в результате облучения, они меня просто стерилизовали. То есть, у меня до сих пор, как сказать, вот много-много лет, так и стоит диагноз. Доктора не ставят, как сказать, причины, почему это произошло. То есть, яичники работают, УЗИ показывает, что там есть энциклетки, яичники работают, всё хорошо, а сам эндометрий в матке, всё, его нет. Почему-то он, ну, как усох. Вот знаете, Андрей, ещё, как сказать, есть такой эффект, может, когда-нибудь такое происходило в жизни, если у вас есть микроволновка, вот попробуйте туда засунуть пельмешек. Ведь пельмешек там, как сказать, белковая есть структура, да, вот это вот мяско, да, если бы мы его, допустим, отваривали, там выделяется жидкость, да, то есть, какой-то. А если ты ложишь в микроволновку, вот один пельмешек, то он сублимируется, он высыхает и делается меньше объёма. Вы когда-нибудь такое было у вас, вот пробовали такой эксперимент? Нет, но на сковородке наблюдался таким, как пельмешки становится... Но сковородка – это совсем другое, там же мы, как сказать, маслица добавляем, и всё. А вот СВЧ здесь сухо, понимаете, что делает СВЧ? СВЧ, когда, как сказать, любой биологический объект, он имеет в клетке жидкость. Ну, я понял смысл, понял. На клеточном уровне там есть жидкость. Вот, что делает СВЧ? СВЧ разогревает и высушивает вот это всё. И за счёт того, что жидкость вся выпаривается, да, как бы разрушается структура клетки, жидкость выпаривается, вот этот вот предмет, он скукоживается просто, ну, как вот становится, как мумия, то есть он высыхает. Вот то же самое, по всей видимости, произошло и с маткой. То есть получается, что эндометрий, вот этот вот слой, к которому должна прикрепляться яйцеклетка, да, и развиваться дальше эмбрион, естественно, питаясь, да, он просто высох, он усох, как тот пельмень. Ну, это вот мои, так скажем, оба заключения. Но я думаю, что я права. Вот. Это всё, что касалось физиологии, да, то есть начались, особенно страшные, конечно, вот было с кожей, это что-то. Дальше что? Мало того, что у меня, как бы, получался симптоматика облучения, да, меня облучали, у меня ещё, как бы, были не очень хорошие отношения в коллективе, в каком плане. То есть всё, что это происходило, можно назвать либо дедовщиной со стороны сотрудников, но я взрослый человек, как бы, ко мне дедовщина, вот это вот как-то, ну, странно бы как-то назвать можно. Теперь я уже это всё понимаю, это есть новое слово, как гангсталкинг, правильно, Андрюша? Есть такое же слово? Конечно, это преследование людей вследствие травли при психотерапии. Да, или как это, вот ещё называется моббинг, или что это, вот как в коллективе, это когда совершенно верно. Вот. Человека начинают немножечко так подгнабливать. Да, с вами было именно моббинг, это называется, когда травлю на работе происходит, это называется моббингом, потому что коллектив... Моббинг, ну, значит, моббинг, да. Но тут-то, знаете, как бы, я человек очень сильный, как бы со своим волевым таким характером. Сперва, знаете, это жутко. Конечно, ты понимаешь, что ты работаешь в органах, да, что на тебе лежит какая-то ответственность, что у тебя не должно быть никаких контактов с осужденными, никаких, там, вот, типа, воровства или ещё что-то, да не приведи Господь, вот. Тебя сразу, ну, вылетишь. Что было в моём случае странного? Ну, теперь я уже понимаю, что это было не зря. То есть это работа целенаправленной, именно оперативного отдела, именно тех людей, которые, как сказать, вот по всей видимости, и планировали мою дальнейшую, как бы, мою дальнейшую разработку. В общем, один раз в нашем отделении, как бы, начал происходить ремонт. Вот. И на ночь, как бы, ну, там, всё, что, как бы, должно под контролем быть, всё закрывалось. И для того, чтобы жулики сделали ремонт, их оставили, допустим, двух человек, считал, что они очень, ну, как сказать, им доверяют, оставили их на ночь. У нас в отделении, как бы, был, купили утюг, совершенно новый утюг. Вот. И вы представляете, Андрюша, как бы, получается так, что тот кабинет, где находился утюг, я этот утюг, ну, как сказать, с одного места, со стола, переставила на шкаф. И затем день рабочий заканчивается, мы уходим с работы. Вот. Но самое интересное, вы представляете, через какое-то время, причём на следующий день, когда утюг пропадает, утюг пропадает, но никто не говорит, что он пропал, понимаете, почему-то выжидается вот этот момент, оттягивается сообщение. И потом на планёрке, через несколько дней, как бы сообщается, что вот у нас, как бы, в отделении завелась крыса, прям вот так вот было сказано, завелась крыса, вот, что у нас пропал утюг, вот, ну, естественно, так как ты последний видел этот утюг, извините за выражение, то, естественно, там вся история поднималась, рассказывалась, да, куда он переставлялся, куда ложился, где он там стоял, и всё такое. Вот. Но самое страшное, ладно, разобрались там с ситуацией, куда он переставлялся, чего, куда, вот, как бы и забыли, время идёт, как бы не пойманный, но получается не вор, да, не можем найти концов, хотя это зона, хотя там, как сказать, много дверей, и камер, через которые нужно пройти, если что-то несёшь, да, утюг вынести, ну, это, я не знаю, это нонсенс. Вот. Так самое интересное, вы понимаете, через определённые какие-то промежутки времени, это, конечно, не день, не два, а, допустим, в течение вот этих десяти лет, всё время, понимаете, каким-то образом, вот какие-то подколы, понимаете, так из-под тяжка, что, а, вот у нас, тут, как сказать, типа утюг пропал, и всё такое, то ложки пропадают, то ещё что-то пропадает, понимаете, и всё это вот, почему, как сказать, как будто косится на тебя, тут ещё, в каком плане, дело в том, что я пришла в коллектив, в котором были женщины, скажем, работавшие очень далеко, и даже потомственные, как бы, силовики, получается так, папы занимали очень высокие посты, вот, и ещё, а медсёстры, как бы, пришли, след за этими, как бы, врачами, то есть, то есть, что все сотрудники, которые до меня там работали, они все друг друга знают, и уже не один год, получается, что я вот, просто, как птица залётная, туда залетела, и, конечно, ну, кому же недоверие, конечно, ко мне недоверие, но это мне не говорилось, вот так в лоб, а говорилось, какими-то вот такими полунамёками, как бы, ну, это было очень неприятно, жутко, как сказать, смотреть в глаза, вот так просто, ну, это жутко, вот, то потом, ну, как бы так, ой, наш утюг давно ушёл, типа, наверное, его разобрали по частям, и он вышел из зоны, да кому он нужен, этот утюг, кому, вот, но потом ещё странней, значит, у нас была такая, так сказать, девочка молоденькая, моложе всех нас, и один раз раздаётся звонок с оперативного отдела, и задают такой вопрос, коробка от утюга у вас осталась? Пусть вот эта девочка, значит, называют её фамилию и имя, принесёт эту коробку в оперативный отдел, ну, хотя бы коробку, вот, ну, ладно, бог с ним, с этим совсем, ну, вот так вот на протяжении, как бы всех десяти лет, какие-то неприятные разговоры, потом была такая странная манера, как бы, знаете, выведывать информацию, вот, я сперва этого не понимала, потому что, ну, нет у меня, как сказать, опыта работы в силовых структурах, вот, и я, видать, языком своим болтала, ну, болтала, и про свою семью болтала, и, как бы, про родных, и что у тебя в жизни происходит в личной, ну, я-то думала, что это, как сказать, ну, просто участие человеческое, правильно, и даже это женщины, с которыми можно поделиться, и где-то получить совет какой-то, но, к сожалению, а может, к счастью, что я где-то уже к концу службы, я поняла, что все это делается, ну, как бы, не случайно, и все вот эти вот нюансы о твоей личной жизни, о твоих, как бы, ну, как сказать, чувствах, все это выведывается, и куда-то, ну, как сказать, выносится, странным образом, кто выносил, как бы, ну, как бы, знаете, подозрения были, вот, на эту молодую девочку, потому что у нее, как бы, была связь с сотрудником из службы безопасности, вот, потом я ее, как бы, видела в коридорах, что она общается, скажем, именно, либо оперативные сотрудники, либо кто, ну, по всей видимости, либо личная связь, либо, может быть, это какая-то работа, понимаете, идет целенаправленный сбор информации, вот, о жизни сотрудников, может, для профилактики, там, как чего-то, каких-то должностных, преступлений, я не знаю, но, когда я это поняла, я уже начала прижимать свой язык, и, как бы, стало происходить странным образом, что эта девочка, как бы, тебя вызывает, а вызывают, знаете, вот, с вами начинают разговаривать, вот, как бы, так участливо, понимаете, вопросы задают, а почему у меня, как бы, так, я начала, как бы, сомневаться, потому что, знаете, она тебя спрашивает, ты ей расскажешь, взываешь, она про свою жизнь, как бы, вот, с таким же, может быть, примером, никогда, и вот, у меня уже тогда закралось опасение, что, ну, как бы, не пользуются ли моей, вот, личной информацией, не собирают ли какие-то данные, ладно, потом, потом еще, знаете, странные случаи были, как бы, работа находилась на одном берегу, я жила на другом берегу, и, как сказать, вот так издевались, по всей видимости, за передвижением моего тела по городу, когда я ехала домой, или наоборот, с дома на работу, по всей видимости, каким-то образом тело отслеживалось, то есть, передвижение, координаты, геоданные, вот, потому что, знаете, как сказать, как только, вот, то они тебя отпускают, желудочно-кишечный, но, как только ты подходишь, либо какие-то дела делаешь, либо ты садишься в автобус к людям, да, что ты, как бы, входишь в общество, и начинают тебе долбить тогда желудочно-кишечный тракт, и получается, что, естественно, в таком состоянии тебе приходилось бы летать просто из автобуса, ну, как бы, переждать какой-то момент определенный, и снова заходить, и так вот несколько раз приходилось, чтобы доехать до работы, в общем, жуть, что бы, какая-то жуткое состояние, и физиологическое, и психологическое, вот, и плюс еще мама лежит, тяжелая, как сказать, дома, но деваться некуда, надо было пенсию зарабатывать, одна, как бы, растила ребенка, сына, вот, еще были такие странные моменты, это вот просто, как бы, даже, можно сказать, ухохочешься, когда я поняла, что мне вот прям четко почему-то сажусь в автобус, сразу начинаются кишечные дела, то есть, идет жуткая перистальтика, с которой ты справиться не можешь, естественно, вот, тебе не дают просто ехать с работы домой, а ты уже уставший, отработавший день, тебе не дают садиться на автобус, и не дают доехать домой, я уже, знаете, Андрей, как сказать, бросала эти автобусы, и шла, очень, очень большое расстояние, с одного берега до своего квартиры, пешком, дабы, как сказать, не мешать людям своей вот этой физиологии кишечной, вот, и что странное, знаете, когда я начала ходить пешком, естественно, я выбирала маршрут, чтобы сократить, как бы, время и расстояние, на моем пути, как сказать, появился такой большой-большой баннер, очень огромный баннер, вот этот баннер, как бы, понимаете, не мог позволить себе нищий человек, в общем, на баннере были изображены индейцы, и крупными буквами написано, индейцы ходят своими тропами, понимаете, и именно этот баннер, почему-то установили, именно, вот на том, на том пути, по которому я шла домой, вот, вмешаюсь на секунду, я уже объяснял эту тему, говорил об этом, про нас, про людей, которые находятся под психотеррором, эти ребята богатенькие, снимают клипы, ставят свои баннеры, обсуждают нас, то есть, этих людей, которых облучают, определенное количество, вот этих посвященных масонов, да, о малолеток особенно, вот этих отморозков, это вот эти вот, пасынки этих папаш, которые нами занимаются, они, по основной части, потому что им в жизни не хрен делать, они на ютубе печенье пекут, там, с килограмм 20-30, ну, знаешь, печеньку, там, спеку, или там еще что-то делать, от нифига, Андрюша, знаете, это вот так психологически, у них денег, просто надо человека, вот как бы, его психологическое состояние, привести, как бы, вот в какое-то такое, именно, какое-то, и у них, разболтанное, им выделяют денег, спецслужбы, сами спецслужбы, которые это делают, им платят деньги, им выделяют денег, сколько им нужно, вот, потом, это все, берутся наши мысли, наши мысли, раздаются, у них есть свои проекты, для ютуба им выдают там, про оборудование, все такое, конкретно вот по городу, мне тоже ставили баннеры, там, все такое, это уже делают другие, те, кто занимается плакатами, и вся вот эта вот связь, их объединяет, это их заработок, и они с помощью нас, зарабатывают деньги, вот, таким образом, они обмениваются этими знаками, и все такое, по поводу нас, вот, троллят нас, все такое, вот, это психологическая, как бы, атака, получается, человеку, который страдает, это страшно, это просто насмешки над человеком, когда он под пытками, а этим дебилам, это просто для них деньги, деньги, заработок, денег, и все. И еще, Андрюша, это же не только насмешка над человеком, но там же ведь это делается коллективно, понимаешь, они между собой, получается, как бы, подтравливают тебя, они-то тебя контролируют, они знают, куда ты ходишь, что ты ходишь, и даже, возможно, считывали тогда мысли, просто все это было скрыто, понимаете, подтравливают, я вам объясняю. Вот этот страх, понимаете, вы даже не представляете, какой страх, когда ты, у тебя меняется, как сказать, стиль жизни, что такое желудочно-кишечный тракт, это не встретиться ни с мужчиной, не пойти, не сделать какие-то свои дела, допустим, не прийти в банк, не отстоять очередь, не пойти в кинотеатр, где нужно просидеть, допустим, час там с чем-то, спокойно, когда у тебя, извините, кишечник там разворачивают, вот, то есть меняется, это идет и физиологическая, и психологическая загрузка, человек чувствует себя изгоем, и уже у меня доходило до того, я говорю, были такие моменты, что мне жить не хотелось. Я вас понимаю прекрасно, мне тоже были такие моменты, понимаете? То же самое дело, я вам объясняю, те, кто это делают, понятия никогда этого не осознают, они этого не знают, они никогда не узнают, для них мы просто им объяснили, что с нами можно делать все, что хочешь, они нас считают в живот, это их талмуд, это их учение, им наплевать совершенно, у них денег хоть миллион дадут им, деньги для них это вообще ерунда, они их опечатают, у них денег достаточно, это спецслужбы, ЦРУ вообще дают гонорары, даже там, я читал про ЦРУ, они ставят там такие проекты, дарят деньги тем, кто им помогает, представляете, да, это 50 тысяч долларов, по 100 тысяч долларов, это все правда, это все правда, а тут ФСБ, я не знаю, что она делает, и другие спецслужбы. Андрюша, дело-то в том, что понимаете, я же в больнице работала, а там, как сказать, врачи, ну, они все имеют погоны, то есть, это офицеры, и есть, вот, дальше, как бы, в конце, 10 лет, перед моей, как бы, пенсией, да, вот, а что происходит, у нас в коллективе, то есть, сменяется начальство больницы, приходит вместо одного главного врача, это медик, он хирург, как бы, он занимает очень высокую должность, руководитель больницы, да, он увольняется, и на место его встает другой, как бы, бывший врач, понимаете, вот, на место опять главного врача, и в наше отделение, как назло, так вот, как сказать, приходит его жена, так вот, я что хочу сказать, я фамилии пока называть не буду, но я точно знаю, что это именно этот человек сейчас облучает меня, именно он, как сказать, проводит вот эти вот всякие опыты, и, знаете, самые жуткие пытки, самые, я бы сказала, такие садистские, делает именно он, и еще, когда мне делают какую-то пытку, то есть, понимаете, Андрюша, вот там такая аппаратура, и не зря, я думаю, что у нас что-то есть, почему, потому что, нужно считать, вот эти вот мысли, и чувства, вот представьте, когда вам больно, у вас организм сжимается, да, и кричит, господи, я больше не могу, больше я не могу, господи, я сейчас умру, что же сделать, то есть, он начинает метаться, он начинает искать выход, понимаете, но это наша защитная реакция, так природа нас устроила, получается так, что, вроде бы, когда у нас хорошее, вот, мы еще не были под облучением, как бы, мы этого не осознавали, понимаете, мы не знали, что оказывается у нас организм, и мозг, и каждый орган, как сказать, если ему хорошо, он говорит, да, хорошо, или там, да, или, допустим, дует ветерок, ты еще, еще говоришь, да, это про себя, Андрюша, это не вслух говоришь, понимаете, это говорит твое тело, понимаете, мозг, тело, так вот, эти сволочи, когда, короче говоря, тебе делают дикую боль, да, по всей видимости, орган начинает так кричать, внутри, душ, это вот, что говорит, душа кричит, понимаете, вот можно так сказать, но это кричит не душа, это кричит, так сказать, наш мозг, и вот этот вот сигнал снимается, частотный, да, и идет на детектирующую машину, которая стоит у них, то есть она расшифровывает эту частоту, переводит ее в слова, и они там это уже видят, либо на экране уже идет, как сказать, текстом, вот, как сказать, может быть даже, как сказать, переводится в мой голос, вполне возможно, есть такой синтезатор речи, да, и они слышат моим голосом, как я кричу, мне кажется, и что происходит в этом мире, они вот сволочи такие, представляете, они хохочут, они ржут, понимаете, хотелось бы добавить, я хотел, я хотел, говорю добавить, потому что я замечал, как мысль, то есть я подумал, и они совершили против меня какое-то действие, буквально за долей секунды, мне кажется, когда мы думаем, наши мысли в каком-то звуковом диапазоне им передаются, либо в голову как-то, либо он сразу читает наши мысли на нейронной связи, то есть я вот подумал только что, и он сделал против меня противодействие, Андрюша, извините, я вас перебью, вот смотрите, я скажу вам, что у них либо блютуз, то есть, что такое блютуз, помните, это то, что ты слышишь, и то, что ты говоришь, но у тебя нет ничего, как бы вот, как сказать, рядом, ни микрофона около рта нет, или вот что-то такое, как ободок, понимаете, что идет сразу на ухо, возможно на лоб, есть такое, как бы, новый, вот показывала, либо Галина Петровна, статью, как бы, показывала, ссылку, что придумано, новое устройство, как бы считывает мысли, и микрофон около рта, то есть, получается, что она, вот он сидит, машина, да, да, он сразу сидит, и воспринимает мою мысль, в долю секунду, а потом, в ту же секунду, вот буквально, две секунды прошло, он делает уже действие, какой-то просто меня, я сижу, я думаю, нифига себе, да, да, Андрюша, но это, вот, такой радиосигнал, да, который за считанные секунды, понимаете, пролетает большое расстояние, вот, и машина, которая принимает это все, как бы, она детектирует, она сперва расшифровывает, то есть, переводит в частоты, еще раз говорю, все эмоции, все, что происходит вот с человеком, да, с телом, что чувствуем, что думаем, там, злость, радость, там, еще что-то, желание какое-то, познание, там, я не знаю, много-много чего, да, боль, то есть, машина, в машине, видать, уже есть какая-то программа, именно которая, как сказать, каждая вот эмоция в теле человека или в мозгу имеет свою частоту и в программе это все в базу данных занесено, то есть, это как сервер, когда наша частота считанная поступает на этот сервер, она ее детектирует, то есть, она ее расшифровывает и затем, переводя, допустим, если через синтезатор это потом идет, то есть, это целый комплекс, через синтезатор речи, то есть, переводится это уже, как сказать, в звук, то есть, это голос, это идет, то есть, она слышит, все оператор, наш голос, уже расшифрованный и переведенный голос, то есть, она уже слышит, что мой организм уже кричит, понимаете, вот, то есть, она эту эмоциональную окраску уже чувствует, она слышит, именно в своем наушнике, вот, поэтому, а затем идет, как сказать, ну, либо она с собой разговаривает, отвечает, да, или дает тебе какие-то команды, уже судя по ситуации, которая считана, расшифрована и подана ей в ухо, вот, но я очень часто слышу, вот, когда особенно они делают пытки или насилуют, извините за выражение, сам натуральным образом насилуют, техногенное изнасилование, вот, извращенное, в извращенной форме, я вот, если доберусь до суда, буду рассказывать, вот, не стесняюсь, потому что это ужасно, это очень ужасно. Судья уже за вас узнают, поверьте. Да, и, как сказать, они прям ржут, Андрей, вот, ржут, женщины, мужчины, врачи, понимаете, как может врач, понимаете, во-первых, пытать, целенаправленно, издеваться над человеком, и плюс еще, как бы, когда все это расшифровывается, понимаете, он знает, что мне больно, чуть ли не до смерти, понимаете, вот, было такое он делал, собака такая, что я, еще раз говорю, надо что-то делать, потому что я сейчас умру от боли, у меня сердце остановится, вот, вот такие вот дела, я фамилии знаю, я прекрасно знаю, кто там сидит, потому что, как сказать, их прикрывает очень высокопоставленное лицо, здесь красноярский, который занимал самую главную должность, вовсе не, но сейчас он в отставке, но, знаете, его называют папой, вот, его никуда, как бы, он имеет доступ везде, и еще, как сказать, он не обязательно может находиться там, можно, 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 я пошучу над ним, аппаратный, немножко, а может, дистанционно, потому что, знаете, сейчас электроника, таких уровней достигла, что можно и на дистанцию передавать, и давать ответ оттуда, говорю, слышите, подшучу над ним, говорю, папа, папа, пока сердце бьется, а потом йог, и все, и сынок, да, 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 я четко знаю, и еще, очень печально, Андрей, что это, как сказать, мои сотрудники, те, с которыми я работала, и вот эти пытки мне устраивают, самые страшные, человек, который мне вручал медаль на сцене, понимаете, я эту медаль потом выкинула, когда я узнала, я поняла, кто это, я ее выкинул, но я сейчас жалею, почему, потому что медаль там не дана была за работу, они, как сказать, не давала государство, а не эта свинья, которая мне ее вручала, понимаете, понимаю, прекрасно вас, вот, вот, ну, как бы, это все ушло и ушло, так вот, как сказать, я бы, может быть, и до сих пор работала в Гусине, если бы все было хорошо, и все было порядочно. Ничего не ушло, Бог все отлично взял на карандаш. Да, как сказать, в 12-м году со мной начало происходить вот что, понимаете, как сказать, у меня почему-то появилось такое ощущение, стало появляться, оно было не все время, а стало появляться, то есть, это вплоть до полуумодательства, морочного состояния, знаете, такое ощущение, как будто мозг покрылся льдом, вот, холод какой-то в голове, понимаете, настолько холод, и еще, это самое, было такое ощущение, что твои органы, вот, кишечник, тебе уже не подчиняется, понимаете, я пришла к завидующему отделению, сказала, Наталья Юрьевна, я все, я увольняюсь, потому что я чувствую, что со мной начало что-то происходить, я так и сказала, что мои органы, мое тело, не подчиняется, моему мозгу, понимаете, Андрюша, это получается, что они контролируют, понимаете, работу, всю физиологию вот этих органов, а мозг понимает, что так делать нельзя, и еще, у нормального человека, в принципе, если мозг, как бы, контролирует орган, то можно справиться с какой-то вот симптоматикой, можно, силой воли своей, а тут бесполезно, понимаете, мозг отдельно, тело отдельно, но я еще тогда не понимала, что это идет облучение, что уже управляют телом, понимаете, вот было очень сложно, потому что мама лежала, нужно было уход за ней осуществлять, тут и с мамой происходило очень много симптоматики, Андрюш, за 30 минут не расскажешь, вот такие дела, симптоматики очень много было, странная симптоматика, как сказать, был такой озноб дикий, ничего не помогало, ни таблетки, ни 10 одеял, ни грелка горячая, ничего, тебя просто вот морозит, так морозит, трясет, что просто ужас какой-то, вот, потом головокружение странное, такое ощущение, как будто у тебя голова начинает раскручиваться, как по центрифуге, на центрифуге, вот посадили тебя на центрифуге, и начинают сильно-сильно раскручивать, раскручивать, но, допустим, если бы это была физиология, ты, допустим, принял горизонтальное положение, да, и тебе стало легче, а тут становится еще хуже, то есть, как только ты закрываешь глаза, тебя настолько раскручивают, что у тебя такое ощущение, что сейчас остановится сердце, вот, но это проделки, вот я еще раз говорю, что это идет облучение, это, как сказать, идет какая-то, либо вибрация, либо, как сказать, спазм сосудов головного мозга, понимаете, то есть, это вот не твое, это точно не твое, и после 12-го года, вот, когда стало совсем плохо, я увольняюсь, и ухожу на гражданку, я устраиваюсь в поликлинику, работаю также в физиокабинете, все вроде бы хорошо, даже немножко, как бы, кишечник стал, как бы, так полегче, да, когда я увольнялась в 12-м году, у меня с кожей было так плохо, вот так было плохо, что мне пришлось обратиться к кождиспансере, я лечилась там, в дневном стационаре, приезжала на капельницы, сделали капельницу, уколы, затем, как сказать, была такая симптоматика, вот, что щипет прям кожу, разрывает, и когда ты не можешь, во-первых, ничего носить, одежду, щипание еще больше усиливается, когда ты ложишься в кровать, ты не можешь найти себе место, чтобы вот тело как-то успокоилось, или еще что-то, у тебя вот просто такое ощущение, что у тебя иголками, прям колет, как сказать, ну, равносильно, как вот, я не знаю, были бы вы на физиокабинете лечили, сделали электрофорез или нет, когда ложат прокладочку, там говорят так, сейчас вы будете чувствовать либо ползание мурашек, либо покалывание иголочками, либо мелкая-мелкая вибрация, так вот, были такие вот точно такие ощущения, но я не понимала, вокруг меня нет аппаратуры, вокруг меня нет никаких прокладок, никаких электродов, понимаете, откуда такие ощущения, ну, списывала, что вот это аллергическая реакция такая, вот, и потом, когда я уже ушла, устроилась, вроде бы как стало полегче немножко, я начала работать, новый коллектив, как-то поспокойнее, нет вот этой вот напряженности, да, ответственности большой, и в 13-м году у меня умирает мама, умирает очень странно тоже, она впадает в кому, причем, знаете, как сказать, там тоже как бы своя симптоматика, очень странная, вроде бы человек, ну, как сказать, лежит, у нее сахарный диабет, делаю все анализы, там беру кровь с пальчика, потом определяю сахар по моче, и самое интересное, практически все нормально, нет вот таких зашкаливающих, каких-то цифр и все, но человек лежит без сознания, я вызвала доктора, она сказала, что это кома, вот, она у меня пролежала неделю, как-то странно, скорые приезжали, понимаете, видят, что человек в коме, еще у нее какие-то были такие стоны все время, непонятные, которые, как сказать, не снимались анальгетиками, уколы делали, не снимались, вот, приезжает скорая, я говорю, ну, сделайте что-нибудь хотя бы, они ей на пальчик оденут, вот, который аппарат, который такая прищепочка, которая измеряет наличие, концентрацию углекислого газа в крови, вот, задыхается она или не задыхается, она так одела, посмотрела и говорит, в принципе у вас все нормально, как бы, это самое, ей кислорода хватает, там все хорошо в крови, я говорю, сделайте что-нибудь, она, ждите, ну, то есть, человек умирает, по всей видимости, я так понимаю, ладно, через неделю у меня умирает мама, ладно, там тоже свои, при, вот, как сказать, когда мама умирает, там же, как, идет такая схема, что сперва приходит скорая, да, вот, вызвали девочку, она, как бы, делает прямая линия, что человек умер, буквально какие-то считанные минуты, она выходит за дверь, я подхожу к окну, и вижу, что вот прям около подъезда стоит машина какой-то охраны, и буквально вот через какие-то секунды, секунды поднимается участковый уже, участковый заходит, быстро все оглядывает, составляет такт, значит, и буквально через какие-то 5 минуты заходит уже несколько человек, которые на вынос, похоронный агент и эксперт, и вы представляете, пока он со мной спорит, там вот, почему-то начал со мной спорить, у мамы была такая карточка, на которой инвалидность, четко написано, что сахарный диабет второго типа, мы никак не могли ей выбить, хотя собирали все документы на комиссию, чтобы ей присвоили первую группу, никак не смогли, они приходили к нам сюда, уже видели, что она лежачая, никак мы не могли выбить первую группу, и, короче говоря, он начинает меня отчитывать, что я неправильно говорю ему диагноз, я ему показываю эту карточку, что там вот второй тип, ну ладно, спорит, спорит, пока он спорил со мной, я поворачиваюсь, я даже с мамой практически, получается, что проститься-то не смогла, потому что уже поворачиваясь, а ее уже на вынос, в одеяле завернули, и уже на вынос понесли, вообще жуткая история, жуткая, как они оперативно так работают, это кошмар, ну вот, в 13-м году умирает мама, и в 14-м году, вроде бы, как бы, все так утихомирилось, в семье несчастье, я, как бы, уже ушла в отпуск, через год, на даче, вот уже неделя осталась, надо выходить на работу, вроде бы, все хорошо, собрала урожай, сын меня забрал с дачи, привез домой, я все разложила, все, сумки выгрузила, и помылась, и легла спать, и вдруг ночью, я, значит, такое ощущение, как просыпаюсь, вот, внезапно просыпаюсь, и как будто я слышу голоса, голоса моих соседей сверху, с этими соседями мы живем уже, вот, мне 52 года, мы 50 лет уже живем, как бы, вот, неразлучно друг на другом, как бы, росли вместе, семьи дружили, знаем прекрасно, но почему-то у меня отключается, вот, по сценарию, то, что, как бы, я слышу, и, как бы, что происходило, у меня почему-то отключается критика, понимаете, в каком плане, и анализ, то есть, я почему-то, как сказать, не анализирую, что такого быть не может, там, я слышу голоса соседей, как бы, соседи начинают обсуждать мою личную жизнь, там очень неприятные такие, даже, знаете, такие интимные моменты, почему-то, и самое интересное, Андрюша, ведь, вот эти голоса идут голосами моих соседей, понимаете, голос мужчины молодого, голос его мамы, голос его сожительницы, как бы, это самое, и я это почему-то все воспринимаю за чистую монету, и так как мне стыдно, что вот они стали свидетелем какого-то интимного момента в моей жизни, у меня почему-то не включается, каким образом он мог увидеть, да, что то, что происходит в комнате сверху, у меня не включается, это потом уже, когда со мной начали разговаривать психологи, восстанавливая вот эту всю картину, до меня, как бы, как сказать, уже я включилась, вот эта критика, понимаете, вот, еще хочу, как бы, уточнить, дело в том, что вот многие жертвы ссылаются на то, что там соседи что-то делают, вы знаете, это развод полнейшей чистой воды, это специальная аудиалка, то есть я уже где-то писала, даже, не знаю, как сказать, прислушиваются люди, или жертвы, или не прислушиваются, что прежде чем, как сказать, пустить жертву в открытый период, да, за вами следят, и причем следят не один год, собирают всю информацию о вас, о вашей личной жизни, о многих-многих нюансах, даже интимные моменты, и еще, если в квартире есть телефон, или какие-то устройства, обязательно запишут, и обязательно снимут, и еще, как сказать, дело в том, что каждую жертву вводят по своему какому-то определенному сценарию, то есть этот сценарий не случайен, так делают оперативные работники, или тот, кто скажет, ну как сказать, близко где-то, делает, может быть, работу по чему-то приказу, если это, допустим, люди не из силовых структур, а, допустим, ну какие-то мошенники, или действительно там вот, может какие-нибудь, я даже не знаю, радиолюбители, или что, потому что это именно радиочастоты, СВЧ, электромагнитные поля, вот, то есть получается так, что мы общались, вот в течение этих 10 лет, пока я работала, да, уже списали, с кем я общалась, куда я ходила, в какие магазины, то есть объем вот этих голосовых данных, как сказать, настолько большой, и жертву можно так, как сказать, разводить, при помощи аудиалки, и еще плюс идет, наверное, воздействие будет идти на мозг, то есть мозг вводится в такое состояние, что, еще раз говорю, отключается критика, отключается логика, то есть, ну человек принимает это все за чистую монету, и что дальше, я, как бы, единственное, что я поняла, что нужно как что-то делать, как сказать, нужно, я написала заявление на своих соседей, и как бы в милицию, и ждала, когда меня пригласят к участковому, что мы все соберемся, я обсудим этот вопрос, вот, но время шло, как бы, в голосах были каждый день, каждую ночь, причем, сестра у меня старшая, она живет не рядом со мной, она живет, как бы, в другом месте, она, как бы, забирает меня к себе на ночь, ну, к себе домой, самое интересное, представляете, даже у нее дома, как бы, была аудиалка, то есть, там был такой сценарий, и опять-таки, бьет на то, что, как бы, я шлюха, или там, проститутка, и все такое, и что соседи, как бы, вот они стоят за дверью, там, на площадке, собрались все, а зачем, значит, Марина, это ее младшая сестра, а зачем Марина привезла ее сюда, да, надо сказать ей, чтобы она срочно ее, проститутку такую, увозила отсюда, сейчас мы ее тут побьем, и тому подобное, и, в общем, это какой-то кошмар, вот, и самое страшное, мы сидим с сестрой на кухне утром, она меня, как бы, поет чаем, и я слышу, как будто разговор, через стенку ее соседей, как будто за стенкой сидят две женщины с компьютером, вот, и что, как будто уже информация идет через, как сказать, через компьютер, через какую-то программу, вот, и самое интересное, я почему-то начала отвечать им, они мне задают вопросы, вы Жанна, я говорю, да, я Жанна, что у вас произошло, я начинаю, как бы, объяснять, и причем, у меня почему-то, как сказать, не происходит анализа, что сестра-то этого не слышит, мне почему-то кажется, что сестра это тоже слышит, вот, и, короче говоря, вот так несколько дней, они меня мучают, да, там есть еще, как бы, еще определенные, как бы, нюансы, сестра вызывает, бригаду, приезжают, значит, как сказать, врачи, санитары, как бы, начинают со мной разговаривать, хотя я абсолютно адекватная, я, как сказать, все делала по дому, даже еще, как сказать, соленья накатала, вот, на зиму, я говорю, вы знаете, со мной все хорошо, они мне задают вопрос, ваша дата рождения, какое сейчас число, ну, как обычно задают людям, которые, кажется, что теряют сознание, вот, и, короче говоря, видят, что я, я говорю, со мной все хорошо, что вы от меня хотите, он видит, что, как бы, не стоит со мной, как бы, агрессивно, он меня просто просит, говорит, дайте мне ваш паспорт, и я тут понимаю, что мне, как бы, одеваться уже некуда, я подаю ему паспорт этот, вот, потому что мне не хотелось, чтобы меня скручивали, в смирительной рубашке вывозили, ввели в скорую, вот, мне пришлось проехать, как бы, стационар, там подписать заявление, о добровольном, как бы, лечении, вот, и самое интересное, приходит, пока я сижу, значит, записывают там, историю болезни, вдруг приходит женщина, уже пожилого возраста, и говорит, ну, ничего, мы тебе мозги вставим, а я, как бы, говорю, ну, сестре и сыну, Марина, говорю, ты знаешь, говорю, вы зря это делаете, что вы меня сюда привели, и вообще ты вызвала, как бы, бригаду, я говорю, вот о всем случившемся, говорю, я напишу книгу, вот так вот, прямо сказала, вот, Андрюша, вы меня слушаете, а то я, может, заговорила уже, конечно, записываю, все слушаю, записываете, но вот, вот такие вот странные, как бы, это самое, в стационаре это было что-то, вы даже не представляете, Андрюша, что я прошла, несмотря на то, что я работала, как бы, с жуликами, да, и у жуликов, поверьте мне, условия в больнице гораздо лучше, чем вот в психиатрической больнице, значит, я попадаю, меня привозят уже под вечер, значит, я приводят в отделение, как бы, значит, я, как бы, в коридоре меня останавливают, в кабинете сидит медсестра, и она, как бы, говорит, проходите, садитесь, я сажусь, и вдруг она мне задает вопрос, ну, рассказывайте, кто вас обидел, и причем таким голосом, знаете, как будто на допросе, недобродушно, как я сейчас сказала, а это было, именно как на допросе, вот, и вдруг, в этот момент, вот как только она это произнесла, вы знаете, мне становится плохо, в каком плане, опять вот такое ощущение, как будто тошнота подходит снизу, желудка, в голове холод, и головокружение, очень сильное, сильное, сильное головокружение, и вот, чуть ли не до рвоты, и я только успеваю сообразить, что мне надо выйти, потому что мне, вот, не дай бог, здесь плохо сейчас станет, я говорю, извините, пожалуйста, я вам потом все расскажу, мне надо выйти, и вы представляете, я только делаю шаг за дверь, и я падаю, падаю, знаете, не как вот, как сказать, человек плавно спускается, да, а я падаю, как солдат, носом, прям об кафельную плитку, ужасно, это ужасно, это, понимаете, ужасно, вот такое ощущение, что тело тебе не принадлежит, мозг тебе не принадлежит, ты просто вот рухнула, вот, я не знаю, как бетонная стена, ну, соответственно, как бы, потом уже чувствую удар лицом об это все дело, чувствую, что медсестра дает команду, там, как бы, сильные женщины, тоже психически больные, вот, говорят, берите ее, несите, и вы знаете, несут меня, там два отделения, как бы, друг против друга, значит, в одном отделении, значит, женщины палаты буйные, то есть с настоящим, психическим заболеваниям, отклонениями, а в другой, ну, как это называется, спокойные, смирные, вот, и там более щадящий такой режим, и вы представляете, я, как бы, вот так вот, боль, ну, как бы, такое полубессознательное состояние, они меня приносят в это отделение, где буйные, ложат на кровать, это я вот успела, понимаете, проанализировать, ложат на кровать, где лежала женщина, ну, кто-то лежал, понимаете, и там вот эти все испорожнения, вот, ну, как сказать, это психически больные люди, там понятно, что может быть что-то, понимаете, человек, ну, своей физиологией не владеет, и меня прям ложат, вот, на эту грязную кровать, на чью-то, и плюс еще привязывают руки и ноги, и вдруг я вообще теряю сознание, то есть я ухожу, вот, и просыпаюсь только рано утром, ну, соответственно, привязанная, как бы, если такое ощущение, на этом-то свете, или уже на том, ну, потом, когда я уже чувствую, что руки-то, ноги привязаны, вот, ну, это жутко, это психологически жутко, не рассказать, когда ты еще адекватный, понимаете, когда ты не буйный, а тебя привязали, да еще положили вот эту грязную, вонючую кровать, вот, и, а, значит, меня отвязывают, уже получается утро, доктора уже пришли дежурные, и по всей видимости, уже начали работать с моей историей болезни, и, соответственно, меня поднимают, и переводят уже в палату, ну, в смысле, в отделении, где уже спокойный, то есть, более щадячий режим, там более чистые женщины лежат, вот, но жуткие условия, в каждом отделении, наверное, человек, я даже не знаю, во сколько, ну, наверное, человек по 40, палат, как таковых нет, дверей, как таковых нет, все за решетками, жуткие условия содержания, то есть, там, как в тюряге, ты обязан выполнять кое-какие функции, ну, это, значит, помыть полы, там, нельзя на кровати сидеть, там, я сейчас расскажу, там вообще жуть, если там, вот, ну, женщина, все-таки, должны какие-то гигиенические, как бы, моменты быть, было, там, значит, одно, такое, как сказать, комната, где были душевые, можно было помыться, и много раковин, да, постираться, помыться, и был туалет, значит, с двумя кабинками, и одной раковиной, и вы представляете, что делали, чтобы не чистить, не мыть, медсестрам, значит, они закрывали, вот это отделение, где находились ванны, и много раковин, представляете, на 40 человек, утром, полшестого вас поднимают, и все эти 40 человек, где-то должны помыться, умыться, и почистить зубы, элементарно, и все, получается, вот, все, в одну раковину, в общем, как птицы, около кормушки, ну, жутко, это вот просто непередаваемо, ужасно, но самое страшное было то, Андрюша, что полшестого тебя поднимают, если ты не дежурный, там убираешь, допустим, что-то, нас всех, причем два отделения, и буйных, и не буйных, сводили в помещение, столовую, то есть, это помещение, где-то приблизительно, но квадратов, может быть, 30, но оно такое, как бы, вытянутое, оно не квадратное, оно вытянутое, единственное развлечение нам было, это большая плазменная, панель, то есть, там можно было включать телевизор, как бы, смотреть, слушать песни, каналы смотреть, ну, там никто тебе давать то, что ты хочешь смотреть, никто не будет, вот, как бы, если, хорошо, если ты успел себе табаретку, как бы, занять, так вот, с полшестого, ты сидишь, значит, в этом помещении, где-то часов до полперва, это в полперва начинается обед, вот, после полперва, значит, там сончас, допустим, три часа, и потом снова тебя загоняют в это помещение, и ты сидишь уже до половины одиннадцатого, пока, ну, как бы, не разгонят всех по палатам спать, в общем, жуткое, жуткое, и ты сидишь вот на этой табаретке, я не знаю, ну, встанешь там, походишь, походишь, и снова сядешь, и так на протяжении двух месяцев, представляете, это выдержать, это жутко, это жутко, это просто жутко. Да, это вообще, это место, я объясняю, что такое дурка вообще, ну, я так обычными терминами выражусь, значит, и причем здесь вот, как сказать, этого типа, где запрещено вообще что-то, ограниченное место, с людьми, ну, которые, из них там есть душевно больные, и есть люди, конкретно, которые там находятся, по определенной причине, естественно, все они там, ребята, да, они все хорошие там ребята, есть и плохие ребята, которых вот привязывают, но они все там, естественно, есть, которые по причине просто торпедники, там и так далее, то есть, да, которых женки поздавали туда, в дурку эту, лежат там, а есть люди, которые, и уголовного типа там, то есть, общаться там, доверять там кому-то, редко. А там бесполезно, понимаете, Андрей, там коля не смотрит на то, что какой у тебя диагноз, какая причина попадания тебя в психиатрическую больницу, буйный ты, небуйный, спокойный, неспокойный, ведь там же есть еще пациенты, у которых неврология, то есть, это дергается рука, это трясется голова, то есть, человек не может держать ложку, понимаете, как сказать, есть буйный, вот у меня совершенно случайно, так получилось, как сказать, я сижу на стуле, как бы идет рассвет, солнце встало, сперва у нас включен был свет, так как выгоняют затемно, тебя в пол шестого, еще света нет, включен был свет, я подошла просто к рубильнику, и выключила свет, и вдруг я разворачиваюсь, на меня летит женщина в два раза меня больше, но она действительно буйная, вы представляете, если бы там не девчонки, которые вот более-менее еще как-то адекватны, и они очень сильные, они ее оттаскивали от меня, но дело-то в том, что у меня опять-таки было расцарапано все лицо, у меня были вырваны волосы, это что-то, понимаете, это вот просто это все пережить, и причем, когда тебя загоняют в это помещение, ты уже не имеешь права выйти оттуда, потому что тебе дверь перегорашивает вот так столом, и садятся вот такие амбалы медсестры, и они совсем с тобой не чирикаются, привезли один раз молодую девочку, симпатичная девочка, вот прям, ну как сказать, очень симпатичная девочка, молоденькая, и там когда приводят, как вот, знаете, я не знаю, с какой целью прям начинают колоть эти препараты страшнейшие, когда, как сказать, начинает действовать препарат, человек теряет сознание, и вот вы представляете, в столовой, где люди ели, причем люди, ну как сказать, не очень контролирующие, вот этот процесс, пол грязный, да, и вот девочку эту привезли, поставили ее укол, и запустили сюда, в это помещение, и вдруг она падает, вот как я, вот так прям, сплошняком, вот как солдат, носом прям туда, в грязь, понимаете, и никто не подходит, ее не поднимают, а мне сестры говорят, да пусть лежит, отойдет, а отход-то происходит не за 15 минут, не за 30, и не за час, понимаете, и вот так вот она несколько часов лежала в этой грязи, носом вниз, но самое страшное, ведь представляете, когда там произошел с ней нечастный случай, меня уже стали, как бы выпускать домой, уже к выписке готовилась, да, медсестры прокараулили, и забыли закрыть окно, и с пятого этажа девочка выкидывается в окно, в общем, она погибла, вот эта вот девочка, симпатичная, молоденькая девочка, которая бы жить и жить, и другой бы подход, понимаете, это ужасно, это ужас, ну, вот, как бы, стартный, конечно, значит, совсем совет, жертвам психотеррора, чисто пацанский совет, мужской, и следует прислушаться тем людям, которые владеют собой, как бы, да, не просто там какие-то беззащитные там мышки, но и беззащитным мышкам тоже совету прислушиваться моего совета, если кому-то, когда-то, кто-то скажет, что я тебе, вызываю дурку, мой вам совет, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была нормальной, абсолютно нормальной, чтобы у вас не было даже воспоминаний об этом, просто берите вещи, лучше живите на улице, я вам честно говорю, даже не тусите с этим человеком рядом в квартире, если он вам хочет вызвать постоянно дурку, я вам говорю, это место, как бы, надо сказать, место, где нету человеческих законов, дурки созданы именно, я бы сказал, я бы сказал, кем ребятам, спейсами, людоедами, короче, чисто для биологического материала, туда люди попадают, я тоже так думаю, как сказать, я посмотрела, там были случаи, дать это скажу, именно для биологического материала, на котором, на котором, то есть, для людей, биологического материала, на которых проводят опыты, вот, и эти эксперименты проводят тайно, спецслужбы, агенты спецслужб, именно главы психиатры, вот эти вот, это будут агенты спецслужб, я вас уверяю, если вы туда попадете по делу, конкретно даже по психотеррору, вам вилы, конкретно, ставьте крест, как говорится, крестите зад, все, если вам даже скажут, конкретно кто-то я те вызывают дурку берите вещи и бегите собирайте сумку ману если вы что-то успеете лучше утекать из дома сразу иначе все вас там наколят так что вы просто превратитесь и причем они могут издеваться так что вы там просто ничего там нету никаких непорядков незаконов вас там могут избить в говно положить голым там еще что-то сделать может могут сделать все что хочешь абсолютно то есть ну в пределах психики там все нормально насиловать вас там не будут но обращаться с вами будут по клещи чем с коровой с коровой даже в клеву то есть там вообще то есть нормальных людей там нет там люди которые уже с головой то с ней дружат именно персонал все это отбитые люди по жизни у них у самих психика там нарушил там может будет один человек который мы этим кируют ради денег то есть глава этого отделения остальные все там они поехавшие там нормальных людей вряд ли они выполняют работу чисто с людьми вот берут человека как тело и просто ставят на нем эксперимент им сказали подобного кролика разрешили это делать все он будет делать с вами все что хочешь он просто насчитался методички методички спецслужбовской и он будет сделать все вопрос агент спецслужб придет ему скажет так этого надо наколоть его надо по жесткому там и так далее и он вас да хоть вы будете спать там в коме то есть да под этим действием и он у вас хоть там накакает вы проснетесь даже извините меня в испражнениях и он скажет это сделали вы и вы ничего никогда не докажете если вы после дурки вы выйдете из дурки ничего вы никогда никому не докажете были случаи когда люди пытались заявить да такие типа такой да я тебя в суд там подам все такое их там заламывали накалывали так что они выходили с дурки просто овощами все недея способна интеллигентной нормальные люди вот жена вот так вот сдала начал там поднимать вопрос его просто взяли накололи все он не меняем после духи он потерял работу образование все все в коту под хвостов вся жизнь искалечена изуродована все и нормальным человек уже фактически если такое задание дадут им этим ублюдкам нормальный человек с вас уже не будет сломается сломается конечно да ты чё это хуже чем зона не знал в зоне есть но там хуже андрюша я продам зоне там есть устав какой-то военный устав хотя бы там никакого зона не понимаете там есть даже можно обратиться в суд как сказать данная леонда и власть обращается я вам приведу пример зоне можно читать библию там этого не разрешено полосы подберут и все вы будете с вами все что хочет взял там нет бога вообще то есть это место страшно даю слово продолжать значит вот что я видела там еще психиатрической больнице видела что проходят с папками как бы люди погонах значит я говорю бога нет в кавычках я имею ввиду что нет библии там нет бог есть присутствует с вами ну естественно там нету библии вам не дадут там нам нельзя ничего делать вообще даже общаться андрюша знаете что я хочу сказать что когда мы сидели вот в этом помещении да вот днем когда тебя держат в одном помещении нам приходили священники кто хотел причащался и кто два раза приходили это понятно вот уже не простые люди нас туда намеренно нас туда пихать для того чтобы над нами ставить эксперименты вы понимаете какой уровень это проблемы то есть организация человека до спецслужбы вот эти нанятые которые там работают это уроки все продумано они как на животных на людях ставят там эксперимент это страшно просто это страшно просто не выносить другой стороны андрюша вы смотрите какой парадокс они как бы ну как сказать вот это намек на то что вот это все происходит не случайно даже священники туда приходят не случайно вот андрюша согласитесь вы со мной что такое действительно психически больной человек может ли он покаяться осознанно понимаете если у него нет как сказать разума может опыкается все правильно люди сделал так и надо покаяние принимает запомнить его первых бог через нет а может могут психически больной осознать это вот до конца этого знаете как советуют батюшки что когда ребеночка маленького еще совершенно вот только родился начинают крестить родители они говорят батюшки вот я не знаю как у вас но у нас в плане того что ребенок должен прийти осознанно к вере покреститься понимаете когда он не сознает что это ему надо что что как сказать это какая-то вот ему помощь и защита зрения рассуждается с точки зрения понимания мозгом нашей жизни это понятно все но я психически больной да еще под химическим препаратом поймите желаю осознанно понимаете сможет ли он действительно что-то осознать и или это вот он увидел батюшку и как сказать вот что-то такое вот как-то я считаю что это вот немножечко но вот неправильно все правильно не делают никто не знает таинств христовых то есть знаю только святые пророки ну да но я не случайно сказала про батюшек каждом от каждой жизни каждое дыхание человека это промысел божий если бы этого не было не было мира вообще пускай надеяться на бога и те люди которые это принимают таинство крещен крещение принимать святые тайны они все и бог потом открывается открывается это самое извините я вас перебила андрюша я вот про батюшек скажу еще это как мое маленькое расследование уже потом то есть через несколько лет после того как я вышла оттуда понимаете вот счастливое какое-то проведение что ли или что-то у меня вот все время как будто кто-то или что-то ведет и приводит либо ко мне нужных людей или меня к нужным людям понимаете что происходит у меня происходит в семье несчастье у меня умирает сын и умирает при странных обстоятельствах далеко не рядом с домом не в доме как бы мы ему помочь ничем не могли вот и такой момент что для того чтобы отпить там странный момент происходит чтобы отпеть нужно прийти баб батюшки алё да и здесь что-то как гудит телефон нужно прийти к батюшке и рассказать ему это все да и он тогда принимает решение суицид это имени суицид это понимаете ладно мы уже отдалились от темы нужно я не отдалилась от темы я вернусь вот и короче говоря понимаете мы поехали в морг и рядом там с моргом церковь заходим церковь и передо мной предстает тот батюшка который приходил психиатрический стационар но самое интересное понимаете еще через какое-то время мне попадается статья в местной газете то есть полностью весь разворот посвящен психиатрии фотография главного врача психонервологического диспансера но самое интересное последняя колонка опять-таки с фотографии этого батюшка где четко было написано он как бы от себя и у него берут как бы записывают комментарии его где четко говорит что он имеет медицинское образование и еще плюс он врач бывший психиатр и он сейчас данное время как бы вот ну обратился веру я так понимаю понимаете то есть если там подумать немножечко посерьезнее что там ведется какая-то очень непростая работа этого батюшки и что он может быть поставлен туда у люди то приходят извините со всякими грехами понимаете нуждами я объясню это так дело не в батюшке не в его профессии то есть которую он выбрал по жизни при принял духовный сан принял просвещать во христе людей так далее а если он вместе службами работает собираем формате дело в людях сейчас церковь предано предано дело в людях все понимаете он предал значится если так поступил бы человеком предатель христа значит если бы он занимался причащал бы людей и в то же время служил мы все понимаем что мы все грешны и люди продажны они продаются порой что сказать так ну вот это все что касается батюшки понимаете что вот как каким то образом это все как-то не случайно получается все это связано в одну систему то есть одно другое цепляет что с психиатрическим стационаром происходит еще расскажу очень странный случай в общем в там психиатрической больнице лежит женщина лежала женщина она очень не видать из обеспеченной семьи почему я это определила потому что она очень была очень хорошо одета в общем у нее была отдельная палата но она очень как сказать такой общительный человек и открытый и мы с ней как-то один раз разговаривали я и спрашиваю с чем с каким диагнозом вы здесь лежите по какой причине что произошло она мне говорит что она потеряла память самое интересное она помнит что она бухгалтер она работала бухгалтером но она абсолютно потеряла память по поводу от своей семьи и по всей по всей вот этой вот как сказать объему как сказать жизни со своими родственниками со своей работой с в общем сотрудниками вообще ничего не помнит не да ничего 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 вот знаете вот такое ощущение было что как будто мы с ней еще потом разговорились ей дали тетрадку и она должна была записывать что она хотя бы но вспоминала ну это конечно было очень мало я посмотрела тетрадку и я как бы дала совет как вот медицинский работник это что я чувствую я говорю вот смотрите горю попытайтесь горю поработать с собой я говорю ну смотрите вот давайте возьмем новый год попытайтесь горю представить новый год как вы сидите за столом со своими родными кто сидит что у вас на столе то есть надо надо через какие-то нюансы вот эти чувственные понимаете какие-то переживания иногда бывает затем тактильное ощущение может как бы дать такой вот толчок к воспоминанию даже аромат чего-то запаха там я не знаю чего может какой-то какое-то чувство понимаете и 1 раз цепочка пошла пошла раскручиваться но вот странное понимаете событие когда у человека стерли память похоже на психотронику как вы считаете андрей конечно возможно спокойно работу с ним похоже на кожа и еще представьте себе если этот человек имел доступ какой-то очень серьезной информации но понимаете о чем я говорю да финансовый может это как сказать она где-то работала у какого-то извините бизнесмена или я не знаю какого-то высокопоставленного лица и человек если не хочет чтобы вот как сказать эта информация сохранялась где-то проще всего вот как бы повоздействовать на мозги стереть и память конечно вот но врачи как бы работали знаете что еще мне повезло наверное с моим лечащим врачом да александром сергеевичем вот потом знаете еще что и страны андрюша в этом отделении сестрой работала медсестра зоны которую я прекрасно знала почему-то именно в этом отделении такое ощущение получала что как будто я должна у нее находиться на глазах ну понимаете что 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 со мной происходило вообще что как чего в этом отделении на протяжении вот этих двух месяцев я была у нее постоянно на глазах она даже со мной общалась подходила вот это странный момент далее очень странный момент вот когда меня включила что что-то тут связано с моей работой очень меня уже выписывает мой сын пришел меня забирать да то что произошло со мной это очень страшно и так как человек я адекватный я признаю прекрасно понимаю какие последствия будут потом в моей жизни понимаете как мне прийти в коллектив как мне прийти в семью как на меня посмотрят соседи и вообще что будет происходить не знала как ко мне будут относиться вот врачи которые которым я приду вставать на учет вообще что это будет как это все будет происходить я обращаюсь к врачу как бы прощаюсь говорю александр александр сергеевич я прощаюсь с вами говорю спасибо вам говорю за лечение скажите пожалуйста вот как мне дальше себя вести и как мне дальше жить знаете что он ответил он говорит я думаю что у вас все будет хорошо но будьте осторожны вы же знаете где вы работали андрюша вот вот меня вот тогда вот раз что-то и зацепило хотя не зацепила вот это сразу когда он это произносил да а когда я домой уже приехала как бы да и как бы ты еще дома находишься и все равно все это анализируешь анализируешь и вдруг меня включает как бы это самое и почему-то знать я на тот момент еще не владела компьютером вообще ноль вообще ноль не тянула ни на компьютер ничего хотя у сына был компьютер и вдруг я сажусь за компьютер и потихоньку 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 какая-то информация начинает появляться похоже понимаете вот эти вот голоса что люди слышат голоса что это не случайно потом я вышла нам моском эко потом вдруг саша приходит уже как сказать и говорит мама говорит давай поедем санкт-петербург я говорю зачем саша значит у нас у мальчика как бы вот подобная ситуация с мамой была и она уехала в санкт-петербург и говорит ей там помогли и и она сюда в красноярск уже не вернулась но так как видите у нас как бы нет возможности тому жить и куда обращаться тоже тема не очень как бы ясно вот мы конечно решили здесь остаться вот но у нас знаете вот андрей еще как бы странный так и в семье ситуация в общем свекровь моей старшей сестры бесследной пропала получается что она потеряшка она человек который пропал без вести ее почему-то милиция ну как сказать ну вот не нашла и так через пять лет и причем она знаете она пропада пропала именно в тот момент пока я работала гусени и еще я очень хорошо помню что она была у нас в гостях у нас дома именно тогда когда я уже работала в гусени какой к чему я клоню то есть понимаете по всей видимости через меня если меня уже допустим чипировали на тот момент да уже как бы снималась и записывалась какая-то информация про мою личную жизнь про мои личные данные и получается что через меня но вы сами знаете что глаза это камера уши это диктофон да то есть человек сидит мы сидим на кухне допустим пьем чай человек находится близко около меня и получается что я своими глазами я же ну как сказать ты человеком общаешься ты же смотришь на него смотришь какие-то нюансы делаешь какие-то анализ мозгу да что он чувствует а еще если человек тебе что-то рассказывает про свою личную жизнь правильно там что-то происходит ты как бы делишься информация что-то даешь какие-то советы вот понимаете у меня такое впечатление что про нее собрали какую-то информацию а человека найти вот как сказать чтобы допустим облучить или как сказать очень просто на тот момент уже были сотовые телефоны я боюсь как бы не нашли ее вот пока сказать по адресу тоже они прекрасно знают что я называю татьяна михайловна что фамилия моей сестры ну такая то да что не такая же фамилия ведь там оперативники работают это не просто так и как сказать их нашли координаты где она живет понимаете где находится этот адрес по паспортному столу по извините за выражение электронной базе данных да можно найти человек можно а если это спецоборудование еще и вычислить как сказать вот где конкретно понимаете и просто человека а может быть это какая-то система то есть это делается через передается информации работает уже участковые по месту жительства да где человек живет то есть вот этого человека берем на контроль ну как бы разрабатываем его там и и чего-то проводим правильно то есть получается так что у нее наверное я так думаю стерли память вот и все и человек потерялся то есть ее не так и не нашли это вот еще один странный случай нашей семье вот и а вообще в про город красноярск у нас очень много случаев вот потеряшками в частности вот у нас во дворе у нас стоит рядом дом как бы ребятишки все мой сын и ребята его возраста выросли все вместе и вы представляете тоже у старшей сестры муж пропал и точно так же его не нашли был очень здоровый адекватный молодой человек то есть ну вот каких-то отклонений психических или еще что-то но не было понимаете пропал и все жесть понимаем но вот такое ощущение знаете и еще у меня как бы получается тоже конечно я не могу утверждать на сто процентов но так получается что в метрах двухсот наверно от меня проходит линия а за сразу идет строительное управление гусин куда кстати после отставки ушел товарищ генерал все он там работал до какое-то время пока не стал советником товарища луса здесь городе красноярске вот и плюс еще сразу же рядом идет росгвардия и на территорию очень огромная что у тех что у тех и там и стоят какие-то очень большие ангары есть очень много помещений всяких разных поэтому ну так сказать окна вот я еще я проходила прямо рядом с этим зданием то есть я целенаправленно туда пошла как бы проходила по траектории вот этих окон да и как бы смотрела на свои окна оттуда и получается так что мой балкон просматривается вот прямо оттуда вот очень хорошо поэтому вот если это где-то здесь рядом навести ну вот знаете как я не знаю взять подзорную трубу а может быть это какой-то специально оборудованная которая именно с таким вот имеет какой-то прицел понимаете то есть берет большое расстояние то есть все четко видно то навести какое-то оружие но вот ничего не стоит и обстреливать ведь это невидимо неслышимо вот это вот все что касается как бы того что происходило да ну к сожалению в шестнадцатом году как сказать я вышла со стационара как бы вышла на работу работаю жизнь моя как бы искалечена это точно репутация моей искалечена потому что еще люди из существуют же такие особенно молодежь у нас такая вот как бы если люди возраста такого же постарше как-то все это с пониманием понимают да как бы так относятся как бы мягко а вот молодежь что тебя не жалеет нисколько и если где-то что-то но вот какой-то инцидент по работе да тебя никто жалеть не будете сразу в лоб ты дура или еще что-то ты лежала там стационаре и тому подобное то есть нехорошие как сказать были моменты вот но слава богу как-то все это утряслось вот еще раз говорю ко мне народ на работу приходит очень много людей причем людей которые ну как сказать не с простым образованием и физики и как сказать и биофизики и экологи как бы мы вот разговариваем на эту тисфорошиловым я встречалась сергей я причем может оказывается живет примут недалеко от меня вот мы с ним встречались разговаривали и вот он так как сказать очень большую роль тоже сыграл как бы открыл мне глаза что это может быть каким образом что это оружие как сказать какое-то оружие то есть это акустическое оружие я в этом на сто процентов уверены не сомневаюсь еще андрюша я как бы купила себе приобрела профессиональный аппарат шумомер виброметр вот ассистент который значит можете замерять инфразвук звук и ультразвук вот и знаете по моим замерам я опять таки обращалась на работе так как мы работаем тоже с техникой и эсвичи и овичи и так сказать высокочастотными магнитными полями да у нас поликлинике есть и рентгеновские аппараты лазер есть то есть нас обслуживают специалисты с медтехники и они как бы немножко вот эту тему как бы знают особенно вот то что касается рентгена и якобы подошла к инструктору по технике безопасности к своему поликлинике и представилась как бы показала вот паспорт этого аппарата и сказала что мне нужно найти человека компетентного разбирающегося который бы мне помог разобраться с этим аппаратом вот и действительно как бы откликнулся человек который ремонтирует эти рентген аппараты он понимает в этом все прекрасно он пришел ко мне домой мы с ним договорились посмотрел аппарат как бы кое-что мне рассказал в принципе там ничего сложного такого нет единственной сложности это вот методики по которым нужно вот эти данные как бы вычислять понимаете но аппарат сам из себя представляет компьютер то есть сигнал который проходит из воздуха идет который вот понимаете вроде бы наше тело мы его не видим единственно скажем я все-таки слышу как идет вибрация в ушах иногда уши так закладывать что невозможно ничем отложить даже до боли вот идет какой-то такой тонкий тонкий свист причем он иногда бывает с акцентом то есть это как сказать чистота ну с какими-то определенными такими промежутками вот это я все слышу далее как сказать ну вот я делала замеры да на этом аппарате там аппарат очень так в принципе несложно устроен что все что выходит за пределы все что превышает норму начинает гореть красным цветом и вот в частности в квартире очень высокое звуковое давление и инфразвуковое давление то есть выше даже 140 150 я вот выкладывала фотографии там у себя на странице они у меня есть можно посмотреть вот загорается значок такой с восклицательным знаком что обратите внимание дальше высвечивается красным какой формы идет импульс допустим если прямая полоса то это постоянный если синусоида такая то синусоидальный если таким вот скачком как бы с зубом таким зубом идет значит это импульсный но есть еще и тональный то есть там совершенно другой значок а вот и чем хороший этот аппарат что там есть программа по замерам инфразвука то есть по частотам причем чистоты как сказать именно те на которых работают наши органы то есть это от 0 до 20 герц частоты низкие частоты и прям показаны циферки бегут как сказать прям видно каких значений превышение идет я вам скажу вместо допустим 70 ну грубо говоря 80 до идет за 120 за 130 то есть ну цифры такие обалденные вот и не зря как бы получается что уж это закладывает это получается что очень высокое давление вот почему страшно инфразвук потому что как сказать ведь мы же его не видим мы его не слышим практически да но как сказать он действует на мозг то есть начинают вибрировать внутренние органы вплоть до того что вот я вам уже говорила что со стороны желудочно-кишечного тракта может быть со стороны сердца могут быть спазмы голосовых связок может быть спазм сосудов мозга то есть получается так что вот этой вот постоянной вибрации на протяжении 19 лет ну смотря какая дозировка какое давление какая частота твой мозг постоянно трясут то есть это получается как сотрясение постоянное сотрясение мозга он у вас как вот в нестабильном состоянии постоянно вот и еще если там как сказать если сосуды плохие если есть уже какая-то клиническое заболевание давно мало ли до облучение то есть человек уже может иметь какую-то патологию и если вас еще немножечко потрясти то вообще мозги можно ну как сказать потерять конкретно вот и может разорваться сосуды как сказать может разорваться любая ткань которая как сказать и и еще любой пол и орган то есть легкие могут разорваться вот но это конечно очень высокая как должна быть дозировка это страшно то есть получается что мозг вы постоянно в контузии вот постоянно в какой-то почему так у жертв такой вот как сказать но так сказать такое состояние как будто ну как сказать пьян или пьяная или как морская болезнь вот что-то такое да да то есть это действительно отбивают мозг вот и конкретно отбивают мозг вот но симптомы у меня разные то есть вот я вчера читала вы выставляли интервью с девушкой которая бухгалтер тоже да откуда я только не помню с какого города вот она рассказывала что уродует тело у меня точно так же у меня уменьшился рост то есть получается что как сказать постоянное вот это вот давление твой позвоночный столб как бы ну разрушает идет воздействие они воздействуют и на позвоночник также то что воздействует на мозг вот на всю лимбическую систему если как сказать я прекрасно понимаю что людям которые не медики немножко тяжеловато это понимать но лимбическая система отвечает но практически вот за все вот эти вот чувственные как сказать ощущения в теле в организме понимаете есть железы которые отвечают за эндокринную систему бьют туда в общем разрушает то правое полушария то левое полушария то бьют затылок то в лоб страшно очень сейчас как сказать они поняли что как сказать очень многое у нас в организме завязано и в частности мозг на глазах вот это наверное самое страшное что если хотят чего-то добиться но как сказать вот как-то навредить то это обязательно будут бить по глазам в середине ноября того года восемнадцатого прямо за рабочим столом я я сижу как бы это самое напротив меня входная дверь пациенты заходят глаза поднятые вот на уровень двери это самое и вдруг у меня по левому глазу про проблескивает вот такая знаете золотая змейка как будто вот искровой разряд от электрического тока только в глазу понимаете и потом я сразу же это какие-то считанные мгновения и у меня вижу черные точки уже как бы мешает смотреть вижу черные точки вот то есть ну сделали ожог я теперь вот левым глазом как бы смотрю как бы плоховато мне это очень мешает как бы вижу плохо вот что что делает ноту изуродовали тело бьют абсолютно на все органы и как сказать и сердце и печень и поджелудочная и спазмирует тебе пищевод когда ты кушаешь прям до болевых ощущений голосовые связки трахеи начинаешь задыхаться кашлять могут отбивать нос как сказать слизистую делают отек слизистой что невозможно дышать особенно хуже вот наверное с носом со слизистой это делают именно зимой потому что наверное нагрузка идет больше на это постоянно до носа дотрагиваешься значит и последнее видео елены саньёль упомянули упомянули и здесь в этом видео тоже значит она рассказала пытки беларуси там практически все эти пытки которые испытывают на мне вот пытки беларуси это когда тебе я уже объясню эту пытку конкретно если саньёль меня слышит елена значится накладывается будто бы таких две ложки вот где глазницы и где нос где но вот эти впадины где в около носа потом они зеленеют и аж синеет синеют аж зеленеют вот а потому что нарушает кровообращение не перебивать пожалуйста дать скажу сломать глаза получается они жестоко болят вот как будто бы я не знаю как объяснить будто бы гриппом вы болели гриппом ангиной от высокой царе не режет а именно боль боль ты была глаз дотрагиваешься до глазных яблок они у тебя реально болят вот ты дотрога давление наверное да 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 внутри глазное давление они у тебя с утра такие как малина красные такие вот и ты вот под этой пыткой ходишь потом что дотрагиваешься до переносицы переносицу походу я не знаю что не миска скользкой тканью сделали но нос у меня когда я был маленький он у меня был вполне нормальный то есть не такой горбинку вот это вот мне кажется костную ткань они даже вполне и нарастили за всю жизнь просто разбили они просто разбили ткань и фишка в чем ты до носа затрагиваешься а он у тебя от облучения будто бы вот вот чувствуется что нос то есть куку даже по коже вождь чувствуется вот это вот облучение что ты был под болезнью под этой вот под тангиной под этой пролежал болевые тактильные ощущения да как неделю буквально отболел этой ангиной и ты подходишь к зеркалу ты смотришь вот я ее вчера послушал я думаю блин все то же самое что у меня ты вот смотришь на себя ты думаешь его просто ты будто бы отпали отболел и к неделю месяц наверное это им достаточно эту пытку применить дня четыре дня три четыре все у тебя будут синие глаза буквально зеленые где глазницы красные от боли глаза и постоянно сопли сопли они будто бы текут реку на текут секунд секунд бесконечно ты уже сморкаешься наш плюешься вот я на видео мы тебя порезать плюс да нет это все облучение это облучение каждый день 1 ноздря у меня постоянно плюс нос еще сбит было в драке можно так сказать плюс 1 ноздря постоянно забита то есть носовой канал постоянно забит и этот носовой еще канал этой техникой тупой забивает соплями и у тебя это вода это не сопли а слизь самая настоящая на постоянную понятно уже лет еще андрюша не знаете что они делают спазм ведь у нас когда в нормальном состоянии жидкость то принципе она должна отходить но она должна отходить понимаете свободно они делают спас отек слизистый и вот эта жидкость которая должна выходить понимаете она там скапливается и стоит да и никаким образом вы ее оттуда изменить изображение не вытащите если они сами этого не сделают понимаете не в том что сами не сделают сами не сделают они только когда у них вот этот на мониторе по сути вся наша артериальная подождите артериальная система и пока он на кнопку не нажмет на кнопку него не нажмет обмена вот этих вот облучение обмена волны вот эти вот по этой артериальной системе где циркулирует у тебя вот по этим органам все весь процесс обмена веществ организме ничего не будет и этот слепок он вот накладывает на человека будто бы на лицо тебе присасывается какой-то или знаки до присоски и вот эти две присоски на глазах они у тебя постоянно и будто бы у тебя глаза уже такое чувство будто бы ты уже отплакал до отплакал от болел уже и у тебя такое состояние постоянно реально жесть просто жизнь потом я еще хотела сказать у меня также какой-то и девушки то есть у меня постоянно заставляют есть постоянно создает чувство голода понимаете есть я стала но к сожалению у них это получается но может быть не очень тоже получается но я так поняла у этой девушки она может себя сдерживать я к сожалению у меня это получается слабо если у меня сильное как бы вот такое чувство что мне надо кушать я все равно пойду и покушаю понимаете есть стало больше то есть был как бы еще как она сказала что там увеличивает живот да это действительно так у меня расперли как стать во-первых как сказать жали вот если взять все ребра верхнюю часть туловище да от головы до талии и и как бы вот так расширили получилось она правильно сказала расширили грудную клетку и чуть-чуть ее сжали вот потом я чувствую что как сказать иногда либо расширяют легкие либо наоборот их спазмируют то есть сжимают легкие дышать нечем вот со стороны живота это что-то просто ужасное все гениталии это все там уж говорить это надо специалистам рассказывать потому что это просто ужасно ноги искривились ну как сказать вот совершенно другой другая форма получилось потом что еще знаете у меня почему-то так они делают бьют наверное я так думаю в мозг или в отдел позвоночника в который идет инвировация допустим либо к рукам либо к ногам наши от позвоночника тоже отходят эти нервы которые отвечают вот на этом уровне от когда идет мир за функцию там рук или ног да и у меня почему-то я стала я это теперь четко понимаю что я даже хочу обратиться к неврологу потому что может все таки у меня наведет на мысль что это мозг реакция мозга идет или все таки это позвоночник то есть момент когда идет воздействие я не чувствую но у меня самопроизвольно вот я допустим держу лист бумаги в руки сама произвольно почему-то это какие-то считанные секунды даже еще меньше андрей потому что мозг не успевает проконтролировать что происходит рука разжимается сама произвольно то есть по их команде понимаете разжимается я не могу проконтролировать ее как бы удержать и у меня падает либо ручка либо там лист бумаги либо что-то еще понимаете но это страшно может подвихнуться нога то есть вот идешь идешь нормально нормально и вдруг крыс в коленном суставе причем это настолько неожиданно еще раз говорю что организм не успевает компенсировать это все было у меня не в коленном суставе а вот именно ступня когда ты идешь у тебя просто носок у меня недавно так сделали травму то есть я на работе работала как бы рядом были какие-то предметы за которые в принципе можно ну как сказать держаться и не упасть понимаете рядом что не делают он не значит сокращает какой-то нерв или мышцу вот именно владышки понимаете что у меня нога выворачивается вот так получается что как сказать вытягивается все связки кость вот это которая здесь справа вот торчит голеностопном суставе она прям вылазит я сперва думал что у меня просто перелом то есть у меня вот как вылезла кости понимаете в этом голеностопном суставе вот и я падаю навзничь и только успеваю сообразить что мне надо как сказать за что-то хотя бы зацепиться но я конечно как сказать еще андреюша они мне столько раз делали почему-то делают моментов когда я падаю когда я ну как сказать им как сказать теряю контроль над вот этой ситуации мгновенной понимаете это происходит все в какие-то вот доли секунды когда ты не успеваешь как бы как предпринять что-то чтобы это не произошло и вот была очень сильная травма и до сих пор это нога болит и как сказать самое интересное когда они меня наказывают вот если что-то не так да и как сказать сделать какую-то неприятность или болевой у меня видать там еще болит все и они обязательно чего-нибудь там потянут и это более 5 вот такое ощущение что ты на ногу наступить как бы боишься даже поставить ее что это самое что что-то ну как сказать совместиться не так или связки или кости в общем ужасно потом что еще ну очень много всякой симптоматики конечно и по мозгу тут мне как бы немножко знаете как я спасаюсь от живота от вот этих вибраций от распирания когда тебя раздувают просто просто раздувать как у вас душный шар да я знаете что взяла от двух курток кожаный пояс связала и чтобы он был по длине и вот когда я чувствую что меня просто раздирает вот такое ощущение что я сейчас лопну у меня просто вот разорвется живот я что делаю я беру это все и перетягиваю причем перетягиваю так я один тур сделала вокруг себя жду когда у меня как бы немножечко ну как сказать восстановится дыхание потому что это все одно за одним идет понимаете цепляет дыхание сердечный ритм дыхание вот потом я делаю второй тур третий тур и так два часа я могу проходить потому что я знаю что после двух часов медик уже там идет ну как сказать кровь не поступает нормально не циркулирует и может омертвение наступить и вот этим вот методами я спасаюсь от них понимаете если бы я не спасалась вот так таким методом я бы наверное даже работать не смогла потому что иной раз так влияют на кишечник на вот это вот раздувание некомфортное такое дискомфортное ощущение что работать невозможно ну а так я хоть как-то могу работать понимаете и под халатом там не видно что у меня что-то все перетянуто и затянуто вот рассказать показать сотрудникам скажут ведь они не понимают понимаете что с тобой там внутри происходит в теле и в это не объяснишь скажет совсем с ума сошла типа перетягивается потом у меня еще есть момент помните я вам прислала звук вот этот я специально делала этот звук он только он подлить по времени был большую меня и я включала и ну и раз даже вот засыпала под этот звук потому что настолько меня о диалкой вот прям невозможно было заснуть все время говорят 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 всякую чушь такой дребедень вот потом еще я как бы познакомилась с человеком который работал на радиозаводе кстати у нас здесь красноярский вот радиозавод говорят что вот там вот выпускает эту аппаратуру психотронную то есть это вот эти как они генераторы да да и он по всей видимости работал я я говорю что приходят люди к каким-то странным образом на тебя выходят люди понимаете и я и мы с ним как бы собрались там на улице сели около инисея уединились и поговорили я ему буквально все в нюансах рассказал даже фамилии рассказал вот и он мне сказал что я конечно вам помочь вот так вот не могу потому что это серьезное очень дело и еще он не сказал жена может вы отступитесь ну типа вот вы даже не понимаете куда вы ввязывайтесь я ему говорю вы знаете я говорю я не оставлю этого дела я дойду до конца пусть я меня убьют но я дойду до конца я пойду даже на суд я фамилии эти знаю я знаю где они находятся вот я знаю что это за аппаратура как она работает как они с точки зрения вот перебью секунду а что значит отступитесь что принять его его жизнь и поддаться дьяволу получается терпите терпите но типа вот все терпят же как бы болеют как сказать и умирают как бы это онкологии и даже дети болеют ну как сказать намекаетесь уже такой как вот они вам ее дают понимаете вот я сказала нет потому что молча короче говоря умри молча помолчи помри да да это самое что это высокопоставленные лица все занимаются этим делом силовики вот что у вас могут опять в психушку какой андрей сказали могут запихнуть он горит единство что я вам могу помочь вот если идет воздействие на мозг это особенно инфразвуком это идет раскачка вот эта вибрация понимаете она идет разная частота то быстрее то сильнее то с акцентами то медленно могут вот так вот как бы это самое раскачивать мозг да и он не знаете что он мне сделал обруч на голову обруч сделан из мед и залуженной меди и там узнаете каждая проволочка там много 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 проволочек тоненьких и причем это провод проволочка сплетена определенным образом то есть вот она как коса не то что коса а там знаете как сказать очень много переплетений вот и как сказать он никогда не совсем плохо бывает вот когда голову тебе именно бьют причем бьют когда пройдет вот эта атака у них же аппаратура это работает а аппаратура она же тоже постоянно работать в напряге не может она может перегореть то есть они дают и вот мощная как бы тебе воздействие да там бьют 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 потом раз как бы идет на стихание как бы аппаратура отдыхает все операторы отработали отдыхают ну и тебе как бы дают передышку что-то извините за выражение не сдохла вот от боли и от вот этого всего понимаете вот и вот в этот момент когда я чувствую что начинается вибрация в голове когда какой-то вот даже такое помутнение сознания по такой вот еще только-только начинается я быстренько это обруч на голову это андрюша с чем это связано он мне сказал но мало того что замыкается как бы да как сказать ну как сказать ну как ловит что ли да плюс еще путается вот это поле как как какой идет она почему вот эти вот столько много этих проволочек и они так переплетены что она как бы путается там и не может выйти понимаете вот что-то он не пытался объяснить я конечно не очень-то хорошо понимаю это все и плюс еще тот эффект такой что физиология когда она тебя воздействует сразу как я вам сказала идет на расширение ткань отек идет понимаете и вибрация вот это постоянно нестабильное положение мне интересно этот человек не рассказал что он производит оборудование и что там кто это оборудование покупает как она выглядит сожалению это они расскажут андрюша это военная тайна интересно не расскажет этот завод который производит кому он это оборудование продает вообще но поверьте мне знаете приходили девочки приходили женщины уже в возрасте кто уже на пенсию шел и поверьте мне тот кто работает там вот допустим производит эти свечи генераторы они сами падают в обморок прям там на рабочем месте у них у всех идет патология сосудистая они теряют сознание мозг отключается молодая девочка приходила ко мне на лечение рассказывала рассказывать как бы кто куда чего да я думаю знаете андрей там такая система что думаю их вот как зоне запускают и потом выпускают то есть вот лишней информации я думаю может быть даже не дают куда чего и зачем единственно скажем я бы тоже как бы вот информация у меня поступила здесь красноярске у нас были такие хлопонин слышали фамилия как еще раз хлопонин который на кавказ уехал после красноярск так вот у него вдруг здесь был на мотоциклах они все тут ездили сокол лысый такой худенький лысенький он тоже на мотоцикле вот и оказывается после того как эта команда ушла из красноярского края сокол стал губернатором где-то здесь красноярском крае но только не в красноярске а где-то около и вот он снова как бы но мы его помним в студии его на интервью приглашают и вот он я попадаю на это интервью совершенно случайно и там звучит такая фраза из его уст что он оказывается является генеральным директором он выкупил может быть даже больше процент акций вот этого радио завода и что он связан он так намекнул что он связан с оборонкой то есть получается что вот этот человек но как сказать может быть даже и ну как сказать по под его чутким руководством работает это предприятие она производит какую-то вот такую аппаратуру вполне возможно ананас это все обкатывает здесь на красноярском крае ну говорят еще и новосибирск там тоже горит светится вот в таких опытах во всех и еще у нас здесь в красноярске очень много всяких на как сказать аэрокосмическая академия институт физики биофизики радио завод зон навалом зонами просто завален красноярский край понимаете сколько материал работой не хочу у нас странным образом убрали почему-то с мединститута это военную кафедру то есть почему-то не выгодно им чтобы медики знали вот эту информацию понимаете ну вот а как сказать в зонах там медики вот которые там работают и видите черт творят вот они-то это и творят вот они-то извините за выражение и как сказать занимаются какой-то такой вот научной работой хотя знаете вот судя потому что они делают и как они это делают что там уже не одно поколение что это этапа эта аппаратура применяется уже очень давно она существует просто может модернизируется что-то подставляются какие-то как сказать узлы для определенных воздействий но практика у них извините они знают куда бьют они знают как бьют они знают для чего они бьют вот как бы вот так и еще как когда я работала там с такая информация прошла но мне это было неинтересно я пришла туда заработать пенсию тетту еще у нас конечно обучали там мы ходили стреляли мы чего-то там писали но никакой секретной информации вот такой вот нам никто не давал а вот офицерскому высшему составу по всей видимости давали как сказать потому что был такой момент знаете у нас сотовые телефоны нельзя в зону проносить ни в коем случае а у меня мама больная лежит и как бы был очередная знаете как бы сбор четыре часа утра тебя поднимают по тревоге и ты должен быстренько схватить рюкзачок и явиться туда на сбор и вот как бы пришла в отделение это было где-то около пяти часов утра мама естественно у меня еще спит а мне и извините за выражение надо и покормить и что-то оставить и там прибраться что-то и получается так что я информацию даже не успела ставить куда я убежала что меня нет дома вот и вдруг я уже в отделении в зоне им заведующие отделением мне предлагает вытаскивает из сумки сотовый телефон и предлагает позвонить маме я говорю наталью юрьевна не надо я говорю зачем не надо нельзя англ позвони ничего страшного никто не увидит что самое странное андрей ведь никого не было понимаете в помещении никто не видел что мы воспользовались сотовым ее телефоном для звонка маме буквально где-то через неделю на меня приходит докладная заведующие отделением где написано что я пронесла сотовый телефон мне пришлось писать объяснительную что я сотовый телефон не проносила но я очень побоялась что может это зэк донес может в окошко кто-то увидел понимаете я побоялась за наталью юрьевну и я ей звоню домой пришла домой и звоню наталью юрьевна я говорю может какие-то будут неприятности говорю потому что как бы я писал объяснительную что по поводу сотового телефона что был звонок и вдруг она мне говорит такую информацию по телефону жанна не беспокойся говорили что придет какая-то аппаратура она не сказала какая придет какая-то аппаратура но вроде бы она еще не должна прийти я как бы вот знаете что она взяла на себя ответственность за все что произошло да что как бы не будет никаких там ну наказаний что меня не уволят я как бы так это все успокоилась вот потом еще был случай странный что вот офицерский состав стал как бы такие сплетни ходить что товарищ генерал сина хочет организовать новый метод как бы как это наказание или контроля слышали наверное электронные браслеты нет не слышал что это вот вы можете в интернете в ю тубе набрать информацию по электронным браслетам и в частности город красноястки там шайшников будет давать интервью почитайте потом значит по поводу вот этих электронных браслетов оказывается у них были какие-то махинации там большие и и московские генерал который вот еще выше там вот на дуфсином до московский его посадили фамилия его реймер тоже можно почитать информацию вот именно по этим технологиям электронный браслет вот когда на осужденного одевается электронный браслет ну то есть щипка ну или эрфит метка ну грубо так говоря и выпускает его на волю но только говорят что вот ты можешь дома быть сходить в гости потому что мы знаем кто то и гости сходить на работу потому что мы знаем кто твои где твоя работа и что вот этот метка которая будет одета на свет и не имеешь права ее снимать то есть ты должен не мыться ходить в туалет и носить ее на себе ну ровно как вот этот браслет да ну как часики или что-то такое да а люди которые сидят в гусине там в каком-то отделении да с аппаратуры со специальной будут тебя постоянно видеть но в плане того где ты передвигаешься вот эта точка да то есть вот этот радиосигнал при помощи радиосигнала идущего от браслета в гусин гусин кстати если ты нарушаешь там что-то он может тебе ну правда там сказано было что он позвонит тебе по телефону и скажет товарищ ты нарушаешь пожалуйста вот уйдите оттуда тут но вот как бы вот это уже вопрос да и еще был такой момент сплетни ходили что товарищ генерал помимо вот этих браслетов хочет ввести какую-то свою частную тюрьму а вот теперь у меня как бы то что происходит со мной почему то они сидят там значит складывается такое впечатление что именно на мне может меня прочипировали уже непосредственно в тело ввели это понимаете не то что надели часиками или браслетами а ввели в тело и вот эту технологию всю обкатывают но но здесь как бы не только как бы вот система до слежения контроля там наказание здесь гораздо хуже понимаете я слышу как они там пьянки устраивать как они там все собираются как жены приходят любовницы приходят как они там ржут извините за ржение как они там футбол смотрят я даже слышу как скрипят диваны кожаные когда они садятся на них потом у меня был такой момент что я заснула и вдруг я так случайно просыпаюсь они видать ну как сказать упустили этот момент и идет диалог что мы забыли померить артериальное давление и нужен юсб-провод я еще тогда компьютером не владела я вообще даже не знал что такое юсб-провод потом значит вот та оператор который сидит конкретно на мне молодая девочка с которой я работала кстати в физио отделении понимаете вот эта молодая который коробку от утюга понесла оперативникам вот короче говоря она забыла выключить телефон и я слышу рингтон телефон звонит потом ну как сказать еще моменты были конечно там ночью тоже также просыпаюсь они видать все спят и я уже начала видать шевелиться там начала что-то думать и я так понимаю что аппаратура начала передавать мой голос уже там понимаете звучать и они начали все просыпаться и вот когда просыпаются просыпаются в таком каком-то растерянности какой-то что происходит что происходит ну разговор шел как бы вот в таком русле я так поняла что я их просто разбудила не заснули все это но там должно быть вот я говорю там должно быть такое помещение как сказать потому что они там кушают это я точно знаю потому что они там моются женщины сами понимаете да то есть если она она на сутках допустим находится восемь а иногда возможно и остается там может быть даже на не ну как сказать даже на несколько суток значит как сказать человек должен совершать какие-то гигиенические процедуры правильно и еще значит есть помещение где они спят ну вот и конечно как сказать должно быть какое-то помещение где установлена вот эта вся компьютерная техника понимаете а техника очень специфического характера как я сказала то есть это приемопередающие устройства и накопительные то есть это должен быть компьютер это должен быть детектор это должен быть синтезатор это должен быть иногда знаете ей включают когда она вот она же тоже человек понимаете я чувствую что она сегодня не в настроении или больно то есть у нее замедленная реакция то есть она не сразу может ловить логическую цепочку и как бы что-то повторить до или прочитать текст поэтому ей дают знаете как это называется суфлера оказывается машина такая есть суфлер представляете андрюш ловила то есть я слово произношу вот допустим говорю слово допустим машина да я говорю первый слог ма а суфлер дальше может сказать одно слово второе вот так как вам сказать я допустим думаю машина а он говорит ма допустим марина то есть у понимаете он как сказать по первому слогу должен расшифровать как какой-то как сказать дать какое-то слово по смыслу и он дает не то что надо не то что я как сказать задумала и то что я хочу сказать понимать не мое слово вот это называется суфлер но к сожалению когда вот допустим днем это происходит или когда скажем как сказать может быть я не как бы быстро очень произношу слова и уже больше чем один слог то машина конечно считывает правильно то есть она полностью повторяет мое слово все ребята говорили откуда никто нет какие ребята которые у вас голове говорят откуда да кто не вообще такие а я вам уже намекала что это мой бывший руководитель вы вот я скидывал у меня кстати там на странице есть фотография фамилии элерт владимир феликсович он бывший врач-пульмонолог вот сейчас он раньше он занимал должность главного врача вот этой туберкулезной больницы до момента когда сотрудники его не записали как он себя как он разговаривает на планерке с сотрудниками и не выложили это в youtube есть это все в youtube и это все можно послушать и еще андрюша вот если вы уловите вроде бы он делает благое дело но если потом это подумать для чего он это делает понимаете как сказать там получается конфликт из-за чего из-за того что оперативники забили двух парней молодых вот просто так на допросе совершенно молодых мальчишек где-то двадцатилетние и а да а объясните ну это какую-то надо писать из-за чего и они им ставят какую-то сердечную недостаточность что ли или что-то такое и он отчитывает сотрудников там за что-то те неправильно какой-то составили бумагу или что или еще как-то и еще там подтверждение будет моих слов что его жена когда пришла нам наше отделение там начали твориться такая сказать как крысы стонущего обещали такое было это самое ведь представляете он ее ставит старшей сестрой в отделение она не работает по физио то есть она не отпускает процедуры как мы хотя он ее проводит как бы старшая сестра должна это делать физио отделение а вот там такие дела творятся сразу деньги нашлись на ремонт у нас сразу сделали евро отделение там такое деление что даже вот как сказать на воле такого нет мы бедные несчастные в облупленных стенах живем да там старыми прокладками пользуемся электрофорезными как-то сводим концы с концами но в зоне это все идеально как должно быть понимаете вот и сразу появились деньги как только пришла жена алиэрт сел сел на как бы самое высшее место вот очень много там всяких как сказать моментов когда они денежку зарабатывают ну то есть вроде бы это благое дело понимаете но вот этими благими делами он как бы себе зарабатывал авторитет чтобы как сказать повыше еще туда подняться вот товарищу генералу вот но там очень много их они все взаимосвязаны там понимаете работают как сказать люди с высшим образованием все у некоторых вот допустим там был сотрудник я знаю его фамилию просто не могу назвать многодетная семья наверное четверо ребятишек мама сидит на аппаратуре два высших образования муж иногда дежурит я это слышу как бы и разговоры на эту тему как бы идут потом вот эта молодая девочка работает потом ее бывший вот этот вот товарищ лёша который у них была связь потом они конечно расстались сейчас может быть опять как бы сошлись не знаю и и товарищ генерал там бывает еще у некоторых врачи бывают но которые тоже как бы занимают там высокие должности около начальника так вот эллирта как бы они там сидят да я как бы я думаю что это находится тоже в зоне потому что когда я ушла вот за эти семь лет там такая перетрубация началась если мы раньше всех и медики и служба безопасности оперативники заходили через один вход теперь категорически разделили что медики заходят с другого входа оперативники и служба безопасности заходят с другого входа там совершенно два разные здания в которые медики уже никаким образом попасть не могут я когда поняла что они сидят там я поехала туда понимаете я хотела пробиться меня не пустили с удостоверением понимаете хотят там как сказать в принципе ну как сказать если там какой-то вопрос да допустим уходи у родственников осужденных правильно они же должны быть личные приемы да и люди должны прием вести к что дабы разобрать какую-то ситуацию меня не пусть и ли просто на проходной не пустили вот так высшего сотрудника с удостоверением не пустили то есть просто так там не пройдешь а может быть просто в отношении меня был дан приказ что близко не подпускать конечно потому что вы можете рассказать то что вы да вот потом момент был что я на машине приехала встала напротив проходной и пыталась сотовым телефоном сфотографии тех людей которые в курсе которые считаются как бы свидетелями как бы того что происходит я думаю не думаю я знаю что они точно знают что единственное скажем я позвонила наталью юрьевне когда стала со мной это происходить я сказала наталью юрьевна как же так как они могут так поступать со мной ведь я с ними работала я сказала что товарищ генерал занимается очень грязными делами кстати что она мне ответила жанна живи как хочешь но как сказать товарищ генерал это такое высокопоставленное лицо что я тебе просто не советую ну как бы туда лезть ну и как бы вот так я хоть и ходила в управление как бы думала попаду к нему на прием но по всей видимости как бы я даже заходила знаете к юристу туда поднялась в управлении вокруг меня столпилась наверно штук пять мужиков погона и все как бы делают такой вид как будто они ничего не знают как будто я вообще говорю о чем-то сверхъестественным я писала письмо в управление на имя шаишникова чтобы объяснили что за аппаратура такая на что мне как бы официально на бумаге вот душа не дают говорить значит они мне дали ответ что у нас вся аппаратура является медицинской и применяется только ну как бы медицинских целях ни о какой другой аппаратуре как бы они не знают ничего не знают вот я писала на имя путина я писала на фсб фсб слава богу меня не отфутболили они знаете что мне дали такой намек что мы советуем вам обратиться не ходит нашу компетенцию советуем вам обратиться ну вот в сэс где делают замеры то есть провести вот эту вот замер сделать замеры и провести экспертизу и обратиться в суд вот это фсб севкову писала севков вообще не ответил лдпр писала не ответил кп рф зюганова писал не ответил ходила в приемную как это называется свободной россии ну что то такое вот короче говоря да мы эту проблему знаем но как сказать мое письмо и заявление не приняли просто мы передадим устно все ладно ушла потом у меня замечательный разговор был с нашим участком мужчина не стал как бы вот знаете он мне даже немножечко как бы даже поддержал он сказал вы знаете я заканчивал красноярскую школу милицию и как раз защищал дипломную работу по теме способы и средства терроризма или что то связано с терроризмом понимаете и он сказал да существует такой вид терроризма как психотронный но доказать очень сложно и сказал а у нас пока как бы никто не работает с этим это был один раз я записала даже где-то на диктофон но у меня сейчас запись может быть скинута где-то и где-то лежит просто надо искать и второй раз был когда мне было очень тяжело меня пытали я не выдержала и пошла опять к участковому но только попала уже не к который по адресу а который там просто сидел я к нему зашла начала ему объяснять назвала фамилию Эллерта на что он мне сказал я слышала таком я ему сказала что это инфразвуковое оружие СВЧ электромагнитные радиочастотные поля на что он мне сказал вы знаете пока я ничего не вижу то есть получается так что если бы я доказала если бы я что-то принесла ему ну как сказать какой-то документ или какие-то замеры или еще что-то подтверждающее что меня облучают возможно тогда что-то бы как бы и началось да но вот пока ну к сожалению у меня тогда аппаратуры не было сейчас у меня есть аппарат я делаю замеры причем замеры инфразвук как дома он вот знаете он прям такое ощущение как идет за мной он меня вот инфразвук вообще не покидает вот на работе сделаю замеры она еще андрей знаете вот такое ощущение что это не узко направлен он может быть узко направлен но он широконаправленный почему потому что на работе у нас у девочек у женщин тоже бывают заскоки в здоровье я это называю заскоками потому что знаете человек начинает себя плохо чувствовать вот ни с того ни с сего понимаете либо говорит что он вроде бы как и спит а не может как это постоянно в стрессе или вот эта вот хроническая усталость понимаете он приходит на работу но он просто не приходит на работу он приползает на работу в плохом самочувствии и вот на силе воли как бы начинает то с сердцем плохо то еще что то плохо то еще что то плохо у нас один раз даже было что у нас три медсестры за день как бы вызывали скорую то есть это получается что не узконаправленная а вот на всю вот эту площадь в которой нахожусь я как бы получается идет воздействие на других да вот просто мне им никак не объяснить они меня не поймут они такую информацию их мозг не воспримет просто не воспримет еще андрею знаете у каждого уровня подготовленности кто-то разбирается физики а кто-то извините за выражение даже если он работает на физиоаппаратуре может нифига не понимать что происходит вообще в теле человека под вот этим физическим фактором и как вообще вот этот аппарат работает фишка не в том фишка есть ну есть такие люди понимаете ну они вот знаете вот как это сказать фильм чужие среди нас да 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 смотрели фильм чужие среди нас там где мужик взял другому негру мурду набил так пытался ему очки надеть на глаза те которые очки показывают вот эту вот расу да сероводородных которые за нами наблюдают вот этих вот людей падких которые управляют всем миром внедряют свое свое учение в систему и вербует в нее вот и обогащает ее вот так он ему бил морду до такой степени чтобы он только отделать очки а как ну это пример к примеру а как можно на людей влияет а им говоришь они не верят в это не верит он и все вот мозги ему выжигают он нет ты начитался херни нас уже давно всякой ерундой облучают ты чё дебил там опять наговорился там в интернете с кем-то иди поспи и там иди на работу точно точно андрей так она у меня у церковной реакция защитная вот этой программы которую в них внедрили вот и все все элементарно она у них в мозгах вот мне применять все время говорит тетя жанна мне говорит даже стыдно что ты там вот есть я где то как только у меня началось это где я в погонах еще такая вот беленькая совсем давала интервью писала Алия Яковлевна Москоу Мэка самое-самое первое интервью у меня еще тогда сын был живой и якобы говорила что там вот в интервью что мне угрожают понимаете угрожают расправы и сейчас как бы теми даже ребятишкам угрожают Андрюша вот я представьте еду на машине они начинают бить по глазам причем тут же идет аудиалка она мне говорит это бывшая моя сотрудница которую я прекрасно знаю представляете прекрасно знаю ее личную жизнь ее несчастье то есть мы десять лет проработали бок о бок понимаете я ее прекрасно знаю она прекрасно знает меня и представляете бьют как бы по глазам по мозгам да отвлекают вот этим разговором когда нужно следить за ситуацией на дороге а сейчас очень сложная ситуация на дорогах машин очень много вот ребенок у меня сидит которому извините за полтора года кресли и бьют по глазам что теряется концентрация как бы ты постоянно вот должен как бы себя одергивать одергивать вот как сказать контроль 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 сосредоточиться и она мне тут же говорит представляете что если твой ребенок погибнет сейчас что-то случится то это будет только на твоей совести вы представляете какой цинизм осуждать сейчас вообще никого нельзя мы находимся в очень серьезной ситуации когда мы взяты все под общий компьютер зверь вот да вот такое ощущение знаете андрюша у меня даже такое как бы вот не знаю как бы подозрение что в каком-то году мы вот легли все спать всем государством мы легли одними а на утро пороснулись все совершенно другими сейчас объясню случай из как это можно осознать ну понять да по жизни вот как мы радовались жизни а потом как мы стали такими помните новый год новый год вспомните это время помните да как люди новый год ждали как вы знаете андрюша мы выходили на улицу у нас допустим я не прав это я прочувствовал про состояние мы ждали его за три месяца ну да за четыре это самый-самый-самый праздник был семейный когда собирались все да это был праздник да ты чё мы накрывали столы с утра до вечера там туда-сюда сейчас спустя 10 лет 15 даже 20 пускай что происходит это простой какой-то день все его уже забыли этот день просто вот порядке вещей уже просто посидеть за столом там да послушать там ничего уже нету уже коллектива никакого коллективного сознания в таком настроении нету помните улыбки людей когда ты на новый год выходишь идешь на елку да люди рады там настолько люди улыбчивы все они ждали этот день они счастливы просто само состояние планеты какое было в этот день да это информационная чистота такой высоты чистота что в этот день наверное там не знаю не елочка гори а наверное спасибо богу надо было еще знаете государственность а подарки эти все именно в каком государстве ты живешь только своя семья а вот и государство понимаете вот считались с этим да блин спасибо реально мы одна семья что ли типа такого что такой лозунг да выступление президента слушали все запив шампанским да ты чё там хлопушки эти все все было то есть да это было вот люди были люди настроения реально ни одной хмурой рожи все улыбчивые все кто с девчонкой кто как чё компании по 10-15 человек сейчас что ничего этого нету все время прошло все забыто почему да это влияние психотронного оружия да вполне возможно изменение вполне я утверждаю это изменение психотипов людей психика человека уже изменилась худшую сторону люди стали депрессивными все у людей нет улыбок это изменение в средстве облучения это точно в автобусе едешь сейчас редко кто улыбнется даже если еще чистота шума извиняюсь что на ты чистота шума она уже изменена все резонанс планеты поменялся поменялся уже все сама вселенная нас отвергает а как вы думаете почему резонанс поменялся потому что я думаю наверно этих устройств слишком много из-за влияния искусственно сделанных частот на этой земле из-за психотронных вышек из-за сотовых конечно из-за спутники и спутники я думаю что там уже что-то летает это точно потом это вся зомби программа когда появились ЖК эти телевизоры у всех пропал новый год вот где-то с тех времен у всех пропал новый год когда поставили ЖК мониторы каждый в этой комнате у всех пропал уже новый год поняли теперь ну да я с вами согласна психотронного самооблучения у всех стал старый год и год стал как один год понятно вам теперь и что сказать люди по большей части сейчас на каждого человека заведена своя определенная программа у этого компьютера вот и мне кажется компьютер спокойно редактирует мысли человека если человек думает как-то иначе его вычисляют и он становится прогнозированы уже под контролем берут компьютер вот и все очень элементарно нейросеть ваши мысли это сами вы сами выходящие ну то есть как там объяснить ходящая программа можно так сказать ваши мысли они поступают поступать через этот компьютер и через этот резонанс вашей частоты они вас узнают вот и все они узнали что вы думали возможно если вы не согласны с правительством они вас берут берут под контроль и облучают вот все это моя ну не теория даже моя версия может так и все дешевле у меня знаете как вот и я дело в том что вот эти вот товарищи которые сидят на мне они как сказать наказывают не только меня товарищи это термин попросить людей я в кавычках говорю они конечно не товарищи они твари самые натуральные твари извините меня конечно за такую терминологию все кто кто будет слушать это вот наказывают они не только меня меня наказывают в открытую да то есть они мне четко говорят и четко наказывают да но наказывают они понимаете и всех и малолетних ребятишечек и как сказать и вот допустим мою сестру людей которые ничего не знают и не хотят в это верить понимаете и еще андрюша я хочу сказать мы все не идеальны понимаете даже если мы верим в бога вот допустим у меня племянник очень сильно после смерти моего сына как бы ряда ситуаций которые сложились с ним да мы его тоже чуть чуть не потеряли как сашу и я даже могу доказать что это проделки того же гусина и даже знаю как если в любом предмете или устройстве есть радиоэлектронная штучка а машина это именно сейчас вот которые автоматы иностранного производства они все на чипах все на микросхемах и как сказать если есть какое-то устройство которым можно допустим ну вот управлять да там как бы парализовать работу того блока или того блока понимаете ну смотря какого эффекта ты хочешь добиться да вплоть до на самого водителя на мозги понимаете не то что на машину на водителя на мозги вот можно сделать с человеком и с машиной все что угодно но человек который не понимает не разбирается он примет это за рок какой-то судьбу фатум да что вот это вот что-то произошло такое или карма какая-то или наказание за что-то нет я могу даже доказать что это вот работа целенаправленная понимаете если они задумали гнобить какую-то семью уничтожить они будут ее уничтожать и будут наказывать и будут влиять на физиологию на понимаете на манипулировать жизнью этих людей понимаете вплоть до того что сводить нужных людей им им нужных людей понимаете то есть это получается дурить людей друг против друга понимаете а потом эти люди не смогут друг с другом жить вот дальше рожать детей как бы зачатие будет происходить на это они тоже могут влиять понимаете вот тут очень много всяких разных областей куда они могут залезть вот у меня еще пугает я обращаю службу безопасности Красноярского края Андрей вот смотрите я работаю в поликлинике да ко мне приходит очень много людей пациентов что я с них беру я беру с них практически все их данные понимаете Андрюша фамилия имя отчество год рождения место жительства диагноз самое главное понимаете Андрюша вот если эти сволочи собирают информацию вы представляете сколько информации они уже собрали за эти годы вся информация уже собрана я вам объясняю рождается ребенок акушерка берет акушерка берет у него с языка такой специальным штучкой такой мазок с языка сразу же пока мама это днк воды отошли у нее да она взяла только родила она берет отрезала поповину берет с язычка у ребеночка маленького вытерла его полотенчиком и раз все человек уже его спокойно отдаются эти данные все в базу военную вполне возможно не вполне возможно я объясняю как это все работает и этим людям отдается и вся картотека людей все 6 миллиардов давным-давно уже через днк они в этой базе если надо кого-то человека взять компьютер берется его по базе днк и вот это вот слепочек вот этот вот и находится человек по частоте все просто все все частоты поделены еще по базе на частоту днк у каждой частоты у каждой группы крови свой резонанс частоты вот и все они берут поэтому а потом уже ваши фамилия имя и адрес ну это так херня это просто возможно может найти где вы находитесь там по сути что далось все а вот по тем данным андрюша которые я ну получается что я не хочу этого делать понимаете не хочу но мне никак не работать тогда там понимаете ну никак чтобы если мне там работать то я как сказать получается что они получают эти данные через меня понимаете а чем это чревато они уже знают какой у человека диагноз им только остается домашний адрес есть телефон уже есть все наводите вот по этим координатам и создавайте вот эту симптоматику и додалбливайте человека понимаете и получается что во-первых получается что они вычищают нас уничтожить сокращение численности населения планеты совершенно верно то есть их талмуд гласит кто не из нашего числа это гои он должен умереть их талмуд исполняет этот закон который написан в десяти книжки в этом и этот закон он влияет на весь мир да совершенно верно то есть все гои подлежат уничтожению это их закон и они всех людей особенно славянской нации усердно уничтожает потому, что для них это угроза для них это угроза и превосходство потому, что естественно чистота днк чистота днк славянской нации это высшая чистота высшая чистота совершенно именно эти люди если бы этим людям голубоглазым людям славянам его бы естественно не распяли язычники даже были не такими дураками как это нация не буду звать и соответственно я не хочу никого оскорблять там и так далее любой нации есть хорошие и добрые люди и пошел туда иисус и его просто-напросто разорвали куски ну вот так и этот закон сатанистов это были сатанисты именно ритуальные они они до сих пор скрывают что это был их миссия потому что миссия был написан у них там до ветхом завете предсказание моисея иисус христос это был их миссия вот и фишка в том что людей не подчиняющихся их правилам законом их нему мировоззрению они стараются уничтожить уродовать для для них ваш или мой организм это порядке вещей потому что их законы так и написаны гоя можно убить у него можно вырезать даже сердце печень там и так далее то есть если надо этому человеку он спокойно возьмет расчет на куски человека возьмет то что ему надо и будет жить дальше с этим ему плевать у него нету совесть абсолютно эти люди это агент спецслужб они работают так еще плюс эти люди привели это всему миру холодность понимаете их какая до страшные методы пыток это учение медики делают медики это хирурги военной медицины убийцы гитлеровского происшествия которое было у нас которые править они давали клятву не гиппократа не гиппократа а сатаны они давали клятву на убийство людей запомните и смотрите фишка в том что они служат сатане тайна и вы об этом никогда не узнаете они берут людей как подопытный материал сливают с них кровь с трупов и доноры днк которые сдают это днк похищается им людям этим людям разводится а вы пьете искусственную херню которую добавляют вот людям это понятно да да андрюша знаете там большие деньги крутятся собирают материал фиксирует куда-то москву а может продают за границу что хочешь могут главное чтобы за это заплатили шекель деньги понимать если деньги не платят ничего не будет у них все повернуто на деньгах вся их религия на деньгах поняли а вы как человек не иметь и никакого значения я как человек ними никакого значения для люди для них это просто фарш пушечное мясо просто шикер мяса просто сделка тупо они на нас если они срабас бой они могут ничего поиметь они используют его вот как фарш пускает его на опыт все поняли диалоги и диалоги хуже чем у фашистов и сейчас вот это же уже андрюша хуже уже чего такого время если у фашистов можно было доказать да вот как сказать если что-то происходит да можно было доказать а шлистью мирных людей пытают изжигают сейчас настолько шифруется настолько они друг другом закрываются то есть вот настолько как сказать вот эти лапы мохнатые брали в тура но опыты на людях не при не приводили не приводили садили в концлагере или там куда опыты никакие такие ну я имею ввиду тут спорный будет вопрос да ну конкретно были опыта мучили не ну мужчину это я согласен с вами послушайте меня но такого что брали человека под компьютеры мучили его всю жизнь бесцельно такого не было у фашистов это компьютера до такого не было фашистов пытали неделю месяц получается этот электронный интеллект как сказать ну по сути дела вас контролирует задницу просто подтирать ничего не делать и получать за это деньги да 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 а мы весь мир вынуждены страдать пассивными быть ничего не делать вот я сижу что я могу сделать в таком состоянии я сегодня спал завтра я не спал сегодня у меня все нормально завтра у меня все болит я не могу ничего делать что я могу сделать как мужчина ну что я могу какие деньги мне надо нахрен эти деньги допускают пошел удариться этими деньгами понимаете я уже не знаю андрюша у нас расслоение же общество идет сейчас и очень сильная у нас вот знаете пришла пациентка и нас обозвала знаете как медсестра обозвала нищебродка нищебродка вы почитайте катехизис вот этот вот шнерсона этого который ублюдок этот написал по поводу того как как что они прививают там им эти ценности и алина дали леса планы эти ценности навязываются именно вот нашему населению дебилкам таким это медсестра дебилка она сама православная я уверен дура православная не крестится и свою веру отвергла а я не медсестра это говорила не медсестра пациентка пришла хоть любая а я еще лечит а то и говорит что вы мне тут говорите нищебродка пускай идет ты скажи слушай богатенькая дура ты скажи ты иди у своего бабушки или свою дедушке спроси кто ты поверит дура ты тупая если дед скажет мы крещеный народ пускай заткнется и пойдет упадет на распятие бога в церковь и покаяться они покаяться так бог ей такое покажет что она узнает что такое нищебродки вот а вот потом узнает и это ей сколько тридцать лет транзиты а будет лет шестьдесят потом поймет понятно когда сатанист ни один ей воды не подаст она плюет на нее еще опыты будет на ней делать вот такая вот дура а что сказать в этих людей вымыт мозг они выбрали свою дорогу взяли яхве продали свою душу чё хотя и чё хотели денег получит деньги получите вот так андрей что знаете что еще как было такое я никого не оскорбляющую евреи это нас за секунду евреев закон однажды все что принадлежит боем будет у евреев и это дура дебилка она потом это осознает и будете нищебродка это вам раскрыл секрет вы знаете сколько людей как говорится от не зарекайся да вот как бы бывает что очень высокопоставленные люди а потом раз и до самого низа если ты будет православный бой а не считай себя жидом евреем каким-нибудь она родилась православной а хочет сдохнуть как жидовка что это за люди это люди отмороженные уже все они на мозге потекшие потому что они хотят быть среди этих людей сатанистов у которых на карманах в неделю штука баксов а это что дурочка хочет равняться к таким кто она не что она ей дали выделенку она себе собой гордиться и других унижает продалась хоть бы уже молчала вот что скажу и таких людей я наблюдаю все больше и больше они вот выбились за счет этого говна за счет этой всей индустрии до сатанинской поимели что-то и строят из себя но такое уже ой такие уже цари да ты чё а сами вот посмотришь ему в лицо скажешь кто ты что у тебя есть что ты имеешь что ты пиздишь то на что ты тут богач что ты транди что наизвини за француз да ты прав я говорю да как хули ты вы выеживаешь заткнись и иди месить раствор как и я мишу лопатой все так ты чё он еще пахал и я такой секунд понимаешь хвалится там я там туда съезжу туда свежим какая замашка замашка чик-чирик вот этого израильского воробля понимаешь андрюш гандоны вот и все андрюш как вы считаете вот это для жертв всех как бы как вы считаете помочь можно как-то доказать что вот и их облучают конечно вы считаете что нужно делать знаете глушилки есть для сотовой связи gps спутниковой связи и андрюшенька у меня они есть я расскажу тот случай пока и свою пока есть послушайте купила я такую глушилку разорилась короче говоря решила проэкспериментировать на работе над своим шефом у меня кабинет как бы обществе нас главным врачом там у него что есть компьютер сотовый телефон принтер и компьютер секретарша короче говоря я принесла я воткнула в розетку и включила и как бы начала барахлить соответственно вся электроника у него но у него поликлиники есть ребята которые занимаются именно компьютерами ну или какая-то служба безопасности может ну электронщики короче говоря слышу зашевелились у меня дверь так приоткрыта я слышу забегали ладно короче говоря вижу что моя глушилка работает да но я как бы не сильный хули я не сильный хулиган понимаете я не сильный хулиган мне просто было интересно действительно ли что-то сейчас будет происходить но случилось еще как бы не очень приятная как бы для меня знаете что слышу как он вызывает значит вот это парень пришел с этого дела он ему говорит слушай танкой что-то вот радиоволны похоже что радиоволны и короче говоря парень уходит и вдруг мой вот этот вот аппаратик выходит из строя понимаешь андрюша он перегорел что они включили либо пара по проводке потому что вилка была в розетке либо дистанционной который его сжёг короче рассказываю они могут разъезжать батарейки спокойно все что имеет или электромагнитное излучение то есть это ну ты же понимаешь батарейка до крону не батарейка там аккумулятор серьезный аппарат я все объясняю возьми крону любую это тот же аккумулятор все что имеет заряд электро статистический они могут разряжать спокойно статистическое электричество и так далее все это эти приборы влияют то есть этим прибором можно ну звучит им или каким-то мы звучанием можно влиять на любой прибор лампочку заставить мигать это поток этой энергии они его меняют берут могут брать могут давать поняли андрюша только у меня знаю что у меня не просто разрядили у меня сломали аппарат так вам его не включается не на зарядку не на подзарядку ничего вам взяли вам взяли просто его сожгли сожгли до плату саму накалили все выжили перегорел как андрей вот вопрос как либо по сети потому что он был включен в розетку стуки лучами либо по воздуху да слушайте меня вы стуки лучами слышали по предметам так вот так как стуки лучами по предметам слышали в квартире такие щелчки стуки нет не слышала но как вам сказать у меня и на как сказать бывает такое что трещит угол в углу как будто что-то трещит шкаф иногда вот деревянный поток спина это бывает вот это вот поток этого спина когда он несется по спирали пойти и врезать на какой-то предмет который у нас нацелился то спутник спутник или откуда там вот он может предмет выделить и нацелить его вот как вот на радаре он видит вас космоса да как с вертолета знаете мишень такая вот бегает по экранчику у него такой крестик вот он нацелил на тепловой предмет нацелил и пустил этот лучик летит летит в это раздается стук пулька такая вот а он может взять этот пучок энергии просто его раскалить то есть нацелить на этот предмет и сжечь выжечь что-то вот он может и нехер делать под пластмассой неважно где у меня лежала в портфеле бутылка обычная пластмасса я рассказывал как ты должна интервью это стук был там где на покрывались они меня в порт на через портфель прямо в эту бутылку что что вода выделяет есть когда в ней то есть тепловая энергия есть он видит он видит водород этот он бьет вот так значит а как найти вы задавали повторить у вас вопрос еще ваш дословно чтобы я конкретно ответил как раз свой андрей что как найти и обезвредить это вот психотронное облучение добычи ну сам как доказать как от детектировать как бы вот мы уже знаем что в основном это свечи электромагнитные поля радиочастотного диапазона правильно и инфразвуково акустическое оружие инфразвуковое и ультразвуковое а также волны могут быть у вы чековичи и свечи короче смотрите существует вот эти вот существует вот вы только что говорили про глушил куда прикиньте существует бейте в интернете существует детектор обнаружения глушилок сотовой связи gps и спутниковой связи gps спутниковой связи и вайфа связь этот детектор простая палка такая если с этим детектором подойти к любой к вам нелинейный нелинейный локатор называется неважно как он называть смотрите если с этой палкой подойти к любой квартире откуда глушится сигнал то есть до подавление сигнала идет то этот детектор покажет ту частоту и если с ним идти в направлении откуда откуда глушится сигнал он покажет именно там где этой частоты нет постепенно вот и можно так выявить где получается находится прибор который глушит частоту сотовой связи или вайфай сигнал уже работает тоже на определенной чистоте как бы это понимаете тогда можно определив эту чистоту и сказать что здесь вот что-то работает так смотри не в этом короче приходит мент приходит определенный человек который выясняет детектирует составляется в протокол вам даются штраф это доказуемо значится тот человек который сидит власти минобороны россии до получается или там военной обороны точнее на ему надо принять указ создать указ подразделение всех правоохранительных органов и именно тех органов которые занимаются защитой людьми именно или создать подразделение он спакок у спокойно сможет организовать государству молдова выделить на это средства допустим несколько даже миллион долларов допустим для государства эта херня допустим яме виду создать произведения определенно по всем городам в moscow москве определенно этUP должно быть усилен должен быть центр этого подразделения создать с профессию профессию на полицаев такие которые будут ходить с этими детекторами и создать такого рода детектор который будет отслеживать подавить ну излучатели излучатели которые излучают свч квч такие-то волны скалярные там волны и так далее диапазона в диапазоне этих частот и с этим детектором записывать это подразделение должно записывать жалобы людей принимать их на государственной основе расследовать их к вам приходит мент милиционер так милиционер добропорядочные он именно откликнулся на ваше заявление составляет протокол вы говорите с какой стороны исходит излучение вот на по праву состояние стали протокол он берет этот детектор вот идет к тому месту проверяется проверяет если излучение нет ли излучения откуда она поступает замеряет все записывает это вот за всеми же они следить не могут вот и так далее или или даже проверяет вас откуда исходит на вас сигнал можно заняться можно целый институт создать замероза андрюш как сказать в общих чертах да вы правильно это 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 моя идея которая решает всю проблему если найти откуда поступает излучение можно обезвредить преступник правильно да государь если еще андрей учесть что не все таки знают тех кто государство сам президент сами главы государств прекрасно знают эту проблему никто ее не исследует и никто не позволяет никому не позволяет создать указ и закон принять об обезвреживании данной проблемы которая и данных ситуаций в жизни людей то есть никто не создает такого подразделения в милиции и так далее и в других службах никто не создает отдельные структуры которая будет заниматься этим почему потому что власти преступники преступники которые покрываются этими мафиями психотронами то видать им выгодно это слово что выгодно это их оружие и сейчас ведется война людей истребляют и они за это и что вы хотите сказать что вы вы сами найдете какое-то оружие пока сами люди не поймут что их жизнь в опасности что им надо спасаться от этого ничего не будет если бы люди хотели изменил из ну то есть сменить сменить это самое режим режим правления да сами люди но никто не хочет видите все готовы сдохнуть просто него ни во что не верить андрюша а указать вы не думаете что они под облучением кто под облучением люди люди вот как понимаете их специально делают пассивными сдохнут пускай тогда хочет сдохнуть тогда получается так но вот там говорится что сам подожди глава государства сам понимает что его облучают и что он ничего не создает то что сам себе враг пускай умирает когда ее просто как собака значит он сатанист враг сам себе сам подыхает и других за собой боюсь что глава государства просто шифруется понимаешь андрюша вот он принял закон который ворошилов как сказать подал на утре на поле путину против излучения оружия поражающего излучением четко по секрету вам скажу сейчас у вас даже в россии главы государства никакого нет есть просто марионетка который мы манипулируют люди с высокими деньгами вот и все они делают через эту марионетку получается передел вашей стране вот и все то есть делают полная андрюша а у вас этот самый тоже очень крутой дядька просто от вас лукашин атака пишущая от россии вот если бы у вас что-то поменялось поменялось бы уже и у нас атака нет так нихера не поменяется правда что у вас есть смертная казнь смертная казнь знаете я не бывал на ней не могу сказать не слышно так вот по новостях или еще что-то говорят каких-то чиновников казнили там что-то или что-то такое вот против предательства против не слышали такой вот мы-то тут слышали что-то такое это было наверное года четыре назад может быть 5 вот так так вот если нами правят марионетки почему я так выразился потому что это правда и правда будет звучать если нами правят марионетки то что вы хотите сказать кто-то будет принимать какие-то законные меры существует просто в эту марионетку вклад она просто живет своей жизнью и просто принимает подписывать дает подпись подпись марионетки это подпись того человек который руководит россии кто он кто он решать я не знаю народу наверно кто кто знает то и он финансирует все эти марионеточные весь этот цирк а глава этот в кавычках государства просто ставит подпись и все остальные в кавычках те люди которые с ним в госдумах там служат ему это просто его получается подслужники этого общего концлагеря и все значится руководителю кукольщику надо этот марионетка и вот эти вот ребята которые будут уничтожать православный российский народ допустим а потом уже когда он до доничтожит православный русский народ славянский потом уже и пойдет до украины беларусь так далее все что россия это не маленькая страна там прикиньте какой численского населения прикиньте если туда придет сейчас армия китая сколько там численность какого населения в китае и вы когда-нибудь видели чтобы во времена какого-то свободно думающего человек который стал у рычагов россии или допустим ссср по его по его территории в пределах политики его страны ездила военная техника другой страны это можно выражать это пиздец это полный пиздец и такого не было ни в одно время даже военный даже в германская когда война была во времена германии не было такого времени германская техника ездила по сталинской по сталинскому ссср было такой вот раз нет не было нет конечно так о чем мы говорим тут все клоуна на все то есть людей сейчас намеренно запекает уничтожает если кто-то не понял что такое 5g технология это страшно андрюша это же удобно когда человек вроде бы вот невидима не слышим он не подбирается и уходит понимаете на тот свет это очень удобно сидит ничего не делает а просто людей убивай на расстоянии да люди загибаются просто вот развивается рак развивается еще что-то тромб оторвался у нас столько смертей людей уходят о том что весь мир подыхает это для них это по барабану и сами они же люди тоже у них же есть сердца до сокращаются сердца в груди где-то сейчас кого-то того же марионетки у того марионетки у каждого есть такой орган который является насосиком который качает кровушку и он думает что-то там а тут раз и все и йог и нет да да вот невидимо не слышно не слышно но подписывает указы на расчленение на убийство на распределение этих средств убийства какого хера какого хера кто доступ и попробуй докажи попробуй доказать кому все суды его все суды кого кто заказал цирка моя должен чё заказывать пусть паху попробуй доказать что я не прав что я прав это люди скажут я прав так все происходит или нет да да андрюша ты прав права не желаем сейчас нас убивает нацистский фашистский режим каких-то людоедов которые внедрились к нам в дом в наш общий дом когда на новый год очень печально что органы которые призваны как бы что-то делать весь ничего не делают понимаете новый год и когда мы были с улыбками с бенгальскими огнями были лапушки было все и потом нас просто но по всей видимости андрей еще раз повторюсь мы заснули а проснулись уже другими другое государство и другие мозги контролем которые нас оболгали обманули которые сейчас дует народ россии беларусь и так далее суки фашистки вот и все все на этом мы подытожим этот рассказ я спасибо за интервью было очень неожиданно я просто не ожидала что он знаю как разговаривать спасибо вам за интервью если что как сказать будьте на связи если что звоните как сказать будем общаться если помогать друг друг поддерживать пишите спасибо да ради бога всем жертвам пострадавшим от этого страшного явления психотеррора я желаю счастья здоровья божьей помощи чтоб все вышли из этого колпака пыток фашистской россии надо бороться украине и так далее украины тогда пусть все жертвы которые владеют какой-то информации обращаются лично ко мне я есть скайпе я есть в одноклассниках есть в контакте я есть на ютубе в комментариях пишите и так далее распространять эту информацию чтобы она гласила везде что сейчас нас уничтожает психотронным оружием всякого излучения и мы все страдаем прямо в квартирах у себя дома на своей земле вот так нам не дают на у нас похитили жизнь спасибо вам жанра все до связи спасибо андрей всем пока и